АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер! Десять месяцев назад у меня родилась дочка. Я немножко даже до сих пор волнуюсь об этом говорить. Родилась дочь, и ко всем моим многочисленным занятиям прибавилось еще одно, наверное, одно из самых важных. Я стал катать колясочку по выходным дням на свежем воздухе. И когда ты катаешь колясочку по выходным дням на свежем воздухе по 4 или 5 часов, я не знаю, чем занимались те, кто, если вы это делали, но я начал слушать лекции. Не аудиокниги, не музыку, а лекции. И поначалу у меня был дикий восторг. Я начал слушать Родзинского, и я переслушал, я думал, я открыл просто золотую жилу, что теперь бесконечно я буду слушать самые прекрасные лекции, самые потрясающие, и будет прекрасная жизнь. Когда гуляешь, нет интернета, ничто не отвлекает, нет звонков, нет телека никакого. Здорово. Но, как оказалось, даже в таком спокойном режиме по выходным дням по 4 часа в день, Родзинский иссяк через 2,5 месяца. Его очень много, но он закончился. И тогда я стал, знаете, как сжило иссякло, значит, открытая добыча закончилась, значит, мне пришлось копать. И тут оказалось, что лекций-то не так много хороших. Нет, ну есть, ну кто мне еще понравился? Андрей Максимов рассказывает о том, как общаться с людьми. Никита Сергеевич Михалков. Две очень хорошие лекции про актерское мастерство. Прекрасно. Кто еще? А кто еще-то? А? Быков. Дмитрий Быков я начинал слушать, но, вы знаете, не пошло. То есть все-таки требуется очень активное напряжение и вовлечение. Да, про литературу. Я после Быкова побежал слушать Ираклия Андронникова и Родзинского, потому что, например, про того же самого Блока потрясающе рассказывает поэта Серебряного века Родзинский и Ираклия Андронникова. Вот Быков как раз тот самый случай, когда огромный материал, большие знания, но почему-то вот до сердца, до того, чтобы мне прям вот хотелось и мечталось слушать больше. Ну, извините, вот так. Вы поняли суть проблемы? Прямо не так уж много классных лекций, много людей знающих, много людей с материалом, но лекций мало. И одновременно с этим, параллельно, ко мне стали писать, звонить. Ребята довольно молодые, преподаватели, бизнес-тренеры. Бизнес-тренеров сейчас много, бизнеса, по-моему, не столько, сколько тренеров. И у них у всех звучала вот эта вот идея. Хорошо бы рассказать такую лекцию, чтобы вот ее записали в интернете, и чтобы было как спектакль, чтобы куча народа тебя слушал. Очень часто звучало как Гришковец. У всех почти. Как Гришковец. Хочу как Гришковец. Если у всех все получится, Гришковец будет нарицательным. Андрей Скворцов с новым Гришковцом. Гришковец как моноспектакль. Как сделать хорошего Гришковца. Действительно, это постоянно я слышу. И что я слышу дальше? Ну, отлично, давай сделаем как спектакль. Как это как спектакль? И дальше следует такое объяснение. Как спектакль? Значит, музыку надо. Правда, почти во всех спектаклях музыка. Значит, дальше, дальше музыка, музыка. Надо какие-то, не знаю, стулы, какие-то декорации. И что-то... Свечи, свечи, значит, свечи. И вот мы это все понаставим, включим музыку, и я буду рассказывать, и все. Значит, получится спектакль, будет все как бы зашибись, 100 тысяч просмотров, ура. Но мы-то понимаем с вами, конечно, что спектакль, он вообще не про это совсем, про что-то другое. И когда у меня закончились лекции, я стал гулять уже тихо, без лекций, я стал думать на эту тему как раз. Что же мы можем взять у спектакля, у хорошего? Что же мы можем такого у них украсть, чтобы сделать хорошую лекцию? В эту самую минуту у вас должен возникнуть вопрос. Очень неприятный для меня, честно скажу. Не знаю, возникнут ли или нет. У вас, возможно, нет, потому что вы знали, куда шли, я надеюсь. Но, например, если в интернете кто-то будет смотреть, я так себе представляю, мечтаю. Но вдруг, допустим, увидит Олег Павлович Табаков. У него вопрос точно совершенно. Кто этот человек? Кто такой Скворцов, что он имеет право, вообще наглость, рассказывать, что можно взять у театра в лекции? Значит, Скворцов я не поставил ни одного спектакля. Я не сделал ни одного моноспектакля. Я, честно вам скажу, в двух я сыграл. Но если бы вы увидели, что я там делал, то вы бы с большей вероятностью не пришли. Хотя одного человека я вижу в зале, кто это видел, и все равно пришел. Но это подруга моей жены, туда-сюда. В общем, это был такой опыт, очень поучительный, но неуклюжий. И дальше я вам про него расскажу обязательно ближе к финалу. И поэтому я должен как-то немножко объяснить, кто такой Скворцов, который вообще не театральный. И вдруг он об этом говорит. Я действительно директор, я менеджер, я офисный планктон. Может, не самый маленький планктон, но такая медуза, что ли. Но я учился. Да, в МГУ, да, в Гарварде. Но это вообще к театру не имеет отношения. Я учился в Авгике. Правда, один день всего. Почему? Потому что мне дико не понравились лекции. И я не хочу никого обидеть. Это было давно, в 90-е годы. Я приехал на какие-то платные режиссерские курсы. Мне стало скучно до безумия. Я подумал, боже мой, ну это же радость. Режиссуре же должно надо учиться, чтобы мне было прямо интересно. А мне прямо скучно, пипец. Допускаю, что это не для меня, и что я не настолько хотел. В общем, я оттуда сбежал через день, и думаю, что это меня чуть-чуть к театру, чуть-чуть на шажок ближе. Я учился в драматургии у Роберта Макки в Сан-Франциско, и это уже совсем ближе к театру. Ну и Меркатор, мы же делаем фильмы, что-то я там вот понял. А, ну естественно, главное, что я 4 года, я не знаю, знаете ли вы или нет, но я уже 4 года как веду прогноз погоды на НТВ. Значит, да. Не, ну, я метеоролог на географическом факультете, это моя профессия. Я не буду, я в тот раз показывал, что получается, сейчас я не буду. Вот как-то я так это делаю, иногда я это так делаю. Вот тебе вам спектакль, да, опа, отжег. Значит, но для того, чтобы все-таки меня как-то там замечали люди и смотрели, я пошел учиться к преподавателям. И вот тут началось мое уже хорошее такое знакомство с театром, потому что преподаватели были из ГИТИСа, и сначала это был Юрий Борисович Мартынычев, у которого сейчас своя студия Мартынычева. А через 2 года я стал заниматься с его преподавателем, с его учителем. А это уже вообще целый Валентин Натальевич Тепляков, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, профессор, 20 лет он был деканом актерского факультета ГИТИСа. Конечно, я ни в жизни не скажу, что я его ученик, это неправда и нескромно, но учился и что-то от него взял. И на самом деле моя задача сегодня, я вижу свою миссию в том, что я проводник между миром офисного планктона, в который я рискую навлечь на себя гнев, записываю, и преподавателей тоже всех, и вот этим миром театра, миром людей, которые делают иногда что-то прекрасное. А еще причина в том, что они-то этого не делают. Где Родинский с объяснением, как он делает свои лекции? Гришковец тоже не объясняет. Более того, я спрашивал даже. Молчок. Поэтому я, потому что мне важно. Для себя важны лекции, и для дочки, кстати, пока она вырастет лет через 10. Сейчас ей 10 месяцев подрастет за 10 лет. Я надеюсь, может, кто-то научится делать лекции, чтобы ей было интересно, чтобы она увлеклась физикой, математикой, химией, литературой, всем-всем-всем. Получилось такое длинное вступление. Извините за то, что длинновато. Зато я вам теперь в качестве компенсации я вам быстро расскажу суть дальнейшей лекции. Значит, можно будет до конца не слушать. Быстро, коротко, что я принес вам сегодня и хочу рассказать. Чтобы лекция получилась хоть чуть-чуть как спектакль, надо три принципа соблюсти, всего три вещи, на мой взгляд. Должна быть… Это заголовок вылез. Должна быть цель, правильно сформулированная и правильно глубоко прочувствованная. Про это поговорим. Цель или сверхзадача, как у Станиславского. Должна быть борьба или драматургический конфликт, или сценическое действие. Борьба. Про него тоже поговорим. И вот я не знал, как написать. Получился глагол. Ещё видеть надо. Видеть. У Станиславского называется кинолента видений. Тоже про это поговорим. Вот и всё. На мой взгляд, упрощая, наверное, очень сильно. Если вот это всё использовать, то получится очень… Может получиться интересно, увлекательно, зажигательно. И будет у нас лекция как-то как спектакль. Надо поговорить про цель. Я вообще считаю, что любое произведение искусства, будь то спектакль, любая картина, если у неё нет цели, у художника нет цели что-то сделать со зрителем, с людьми, как-то к нему обратиться и что-то в нём изменить, то это как бы и не очень искусство. То есть может быть это так грубо, но я считаю, что если есть задача что-то сделать со зрителем, то это искусство. Если нету – фигня. Я могу в ванну на рельсах тут катать по сцене, это же не искусство. Мне надо понимать, зачем я это делаю. Я считаю, что это аксиома. Если вы поговорите с любым художником, с любым, он вам обязательно скажет, что он об этом думает, что он чего-то хочет. Я нашёл первое, что буквально мне пришло в поиски, когда я искал, кто что сказал. Цитат масса, я даже не хочу тратить на это ваше время. Режиссёр великолепного мультфильма «Старик и море» Александр Петров, мультфильм, который Оскара получил. Вот он так это формулирует. Мне важно, чтобы человек сумел вспомнить в себе что-то важное, что-то такое, что сделает его добрее и спокойнее. Например, Михаил Козинник. Вы знаете Михаила Козинника? Это мало, да? Вообще, это гениальнейший музыкант, лектор, популяризатор музыки. Я считаю, что это как Родзинский, только в музыке. Я даже приготовил вам фрагмент его, но я не хочу сейчас останавливаться. Давайте, может быть, потом. Вот я закончу, я вам отдельные какие-то фрагменты покажу, потому что сейчас иначе мы собьёмся. Козинник, например, у него очень чёткая цель. Учите детей музыки. Дети, учитесь музыке. Он считает, что это мега важно и доказывает это, у него вот эта цель есть. Ну, тот же Гришковец, у него тоже. Очень явно это проявлено в спектакле «Дредноуты». Если вы «Дредноуты» кто-то смотрел, кто смотрел? Ну, есть. Помните там у него? Это спектакль для женщин, потому что женщины не знают ничего про этих мужиков, мужчин, которые гибли на военных кораблях. Вот они читают книжки психологии мужчин, а про это они ничего не знают. А надо, чтобы знали. И для этого спектакль. И на самом деле для этого спектакль лекция про «Дредноуты». Ну, как это интересно слушать? Потому что правильно вот эта цель задана. Все мы знаем про цель. Господи, я сейчас прям смотрю, все слышали. Гандапас выступал. Цель, цель, цель. Все понятно. Проблема в том, что неправильно, ну, не понимают ее практическую сущность. То есть, как надо ее формулировать, что надо с ней делать, чтобы она действительно позволила нам сделать интересное. И первая проблема, которую почти никто никогда не делает, это цель. Надо формулировать дословно так. Что аудитория сделает после моей лекции? Не что вы узнаете, а что вы сделаете. Можете, кстати, не очень записывать. Опять же, в конце будет конспект. Можно будет сфотографировать. Я решил не очень вас грузить слайдами. И список литературы. Я буду упоминать книжки какие-то. Список литературы тоже в конце. Так что не отвлекайтесь, не заморачивайтесь. Что они сделают? То есть, я могу, например, почему именно так? Почему я не могу брать и просто рассказывать какую-то информацию вам передавать? В чем проблема? Ну, например, я рассказываю про Японию. Я же могу просто рассказать про Японию. А если я заставлю себя работать над тем, чтобы вы съездили в Японию, степень моего труда резко возрастает. Потому что одно дело рассказать про, это очень легко. Вышел и рассказал. А другое дело, что вы поехали туда. Потому что я начинаю бороться с тем, почему вы не едете. Допустим, нет денег. А как дешевле? А где сэкономить? А как мне рассказать так, чтобы как только появились деньги, первым делом вы туда поехали? Это очень важная вещь. Я даже не очень хочу сейчас тратить на это время, потому что мы практически всю лекцию, вы это будете видеть, как это важно, формулировать эту цель. Поэтому сейчас я бы хотел, чего я хочу от вас? Я бы хотел, чтобы в следующий раз, когда вы будете делать лекцию, вы бы вам взяли физически на листе бумаги и написали, что они сделают. Бывает непросто найти ответ. Но надо бы. Ну и дальше. Сразу следующий вопрос возникает. Что они сделают? Почему не делают? Следующий. Почему не делают? У меня был очень смешной случай. Ну не смешной, а обычный на самом деле. Случай на тренинге. Ну не тренинги, а мастер-класс. Я иногда делаю мастер-классы по публичному выступлению. Вышел человек. Говорит, у меня есть цель прекрасная. Я буду сейчас вас убеждать, чтобы вы делали зарядку по утрам. Кто из нас делает зарядку по утрам? Процентов 10, как обычно. А кто из нас знает, что зарядка – это полезно по утрам? И вот этот человек выходит и начинает вам, знающим, что зарядка полезна, доказывать, как она полезна. Естественно, всем скучно. Потому что, ну ты ничего нового нам не говоришь, парень, все. Я говорю, а вот если бы ты задал себе вопрос, а почему они, зная, что зарядка полезна, ее не делают? Вот если бы ты правильно на этот вопрос ответил, во-первых, мы не знаем почему. Это же надо еще выяснить. Это труд. А потом объяснить. Я не знаю почему. Ну если бы, например, кому-то спать, времени жалко поспать. А вдруг там есть какие-то исследования, что 15 минут зарядки увеличивают эффективность сна и экономят час. То есть там 15 минут зарядки, как час сна. Ну я не знаю, да? Но это же было бы интересно, и в этот момент родился бы отбор правильных фактов и правильного материала. Это, кстати, одно из правил хорошего спектакля. Отбор. Есть набор материала, историй, примеров, цифр. Отбор и потом отбор. Только то, что мне нужно, чтобы убедить вас в том, чтобы вы что-то сделали после. Отбор. Очень важно. Потом немножко расскажу, как у меня на этой лекции ужасно происходил отбор. И сейчас про цель-то говорю, потому что важно. Потом, может быть, будет повеселее. И еще очень важно, чтобы цель, вот когда вы прописали первые два пункта, третий пункт, почему лично вас это трогает. Это третий чертовски важный пункт. Очень часто на него люди тоже не могут ответить. Почему мне, Андрею Скворцову, так важно здесь вам, в Digital Oktober, бесплатно замечу. Бесплатно же, да? Рассказывать. Но я вам объяснил, конечно, что я хочу лекций, что дочка я хочу, чтобы смотрела интересные лекции. Но когда я с преподавателем занимался обсуждением этого вопроса, это, кстати, очень полезно делать. Садитесь перед человеком, которому вы доверяете, который умный, и он начинает задавать мерзкий вопрос, зачем? Раз за разом. Он говорит, Андрей, ну зачем тебе это? Ну, как дочка, лекция? Нет. А вот прямо сразу, о чем бы ты мечтал? Ну, какой-нибудь бред. Ну, давай, ну, пофантазируй. Ну, вот вы не смейтесь, я вам сейчас диалог этот примерно перескажу. Ну, вот что ты хочешь? Вот ты рассказал лекцию. Вот тут что? Ну, выложит в интернет. Ну, и зачем? Ну, все посмотрят. Ну, и зачем? Ну, а вдруг посмотрит Олег Павлович Табаков. Он говорит, ну, и зачем? А вдруг ему понравится? И он мне позвонит. Он говорит, ну, зачем? Ну, как это он мне позвонит, скажет, Андрей, вот Олег Павлович Табаков, народный артист СССР, мне очень понравилось, может, вы заедете ко мне в Амхат там. Он говорит, ты что, хочешь в Амхате играть, что ли? Я говорю, да нет, нет, ну, нет, боже упаси, нет. А зачем? А вдруг он спросит, может, вам чем-то помочь? Может быть, что-то надо? И тут я скажу ему, да, Олег Павлович, надо. Скажите, пожалуйста, моим всем клиентам, руководителям крупнейших компаний России, что вот Андрей Скворцов знает, как правильно делать корпоративные коммуникации. Пусть они услышат от вас это, чтобы никто мне не мешал делать то, что я на самом деле хочу. А я вот что хочу, я вам скажу. Я хочу, чтобы крупнейшие корпорации России говорили с нами на человеческом языке, и чтобы не пафос из телевизора пер вот эта реклама, мы крутые, мы непобедимые, а чтобы вышел руководитель. Я сейчас не привожу примеры конкретные, не надо, не хочу никого обидеть. Вышел бы руководитель и сказал, ребята, мы для вас, мы очень стараемся, но у нас не все получается. Доверяйте нам. Если что-то не так, вот телефон, вот почта, звоните. Ну как-то нормально, по-человечеству с нами поговорил. И самое интересное, что это же не то, что я какой-то идеалист, или это какая-то романтика, или какая-то ерунда. Это экономическая концепция, называется доверие. Фрэнсис Фукуяма написал книгу «Доверие», книжка экономическая. Читать тяжело, но даже если прочитать только обложку, там написано «Доверие». Что нам еще надо знать? А Филипп Котлер написал «Маркетинг 3.0», где тоже через слово «Доверие», «Доверие» потрясающего у Филиппа Котлера в маркетинговой книжке есть и цитаты из Роберта Макти, и из Станиславского, и про правду, про все вот это вот про наше. То есть это все, это на самом деле бизнес, коммуникации. Это, конечно, может быть и шутка про Олег Павловича, и может быть это, но это рассуждение о том, почему эта тема важна для меня, почему она меня заводит, и почему мне хочется об этом говорить, и хочется это выкладывать в интернет, это очень важный вывод, который лично меня заставляет это делать тщательно. И вообще, если так покопаться и подумать над целью, и зачем вы выступаете, можно случайно, ну, может даже смысл жизни найти. Или как минимум, ну, миссию своей компании, или миссию себя как профессионала. Очень интересное занятие, очень рекомендуем позаниматься. Зачем? Зачем? Зачем до тех пор, пока на вас не снизойдет вот это чудо понимания, ради чего же на самом деле вы это делаете? Ну и последнее, маленькое замечание. Вот это зачем желательно копать до тех пор, пока не снизойдет что-то большое? Цель должна быть большой, важной. Ну, глупо же делать лекцию и учиться делать ее как спектакль, чтобы вы увеличили продажи печенья в четвертом квартале на 6,5%. Ну, нет. У Роберта Макки в книге «История на миллион долларов» или «Стория по-английски», книжка про драматургию, там, например, перечислено 7 ужасных страхов, на которых основаны такие драматургии фильмов, драматургии спектаклей, почти все. Страх смерти, угроза семье, угроза профессионального провала, что касается лекций, кстати, это почти всегда работает, и так далее. Ну, я потом, может быть, даже вам тоже этот список покажу. Вот почувствовать большую цель очень важно. Ко мне однажды обратилась девушка, ее зовут Юля, она тренер, она учит, знаете, чему? Она учит девчонок знакомиться с парнями в интернете. Значит, тренер по тому, как правильного парня найти себя в интернете и о том, как провести первое свидание правильно. Ну, она обратилась, говорит, Андрей, вот тоже, кстати, хочу сделать как спектакль, чтобы вот все, чтобы вот как Гришковец. Ну, я так, ну, ладно, давай посмотрим, как там, что у тебя в интернете. Ну, я посмотрю. Вот я включил. Трогательно, первые 10 минут действительно девочки пришли, значит, как провести свидание. Она им это все объясняет. Проходит 10 минут, и вдруг я понимаю, что почему-то мне интересно на это смотреть. Думаю, так, а почему мне интересно смотреть? И тут я понимаю, что на самом деле она рассказывает не о том, как знакомиться с мальчиками в интернете, а она рассказывает о том, как быть друг для друга интересными в отношениях долго. Как 50 лет муж с женой могут прилагать усилия, чтобы быть друг для друга интересными. И это меня очень увлекает. Это важно, это касается и меня тоже. Но обычно мы же живем, как живем. Вот мы 7 лет с женой вместе, вроде все прикольно, хорошо, но так задуматься, что этим же можно заниматься специально, неизвестно, как нам будет через 20 лет, через 30, через 50, а хочется, чтобы было хорошо. И ее лекция, она про это. И если она будет делать когда-нибудь спектакль, не надо делать про знакомство в интернете и о том, как провести первое свидание или там десятое, а о том, как друг для друга долго быть интересными. Про цель одна осталась история у меня простая, но забавная. чем я прилипает все время? Тут, когда мы репетировали, у меня резиновые каблуки и этот пол дико скрипел. Если я ходил, то постоянно было такое, как будто я мышей давлю. И мне на пятки прилепили скотч, чтобы я не скрипел. А теперь, значит, скотч прилепляет меня к этому. А я же не могу на месте стоять, мне же надо двигаться. Чтобы вы понимали контекст моего существования здесь, я прилепаю к полу. Ну да, наверное, придется со временем. Осенью прошлого года я вел мастер-класс в городе Выкса. Кто знает, вообще слышал хоть раз про город Выкс? У-у-у-у-у-у! А что это так все знают Выксу? Выкса — крохотный городок между Нижегородской и Владимирской областью. Нижегородская, да? Нижегородская область. Выкса... Знаете, Муром. Кто не знает Выксу, Муром знают все. Там соловей-разбойник в страшных муровских лесах, где что-то нечисть бродит тучи, и в прохожих сеять страх. Так вот, от Мурома 50 километров еще в лес — это Выкса. У меня есть картинка для атмосферы. А, ну это, вот так бывает, забудешь. Это конспект. Это мы обсудили. А вот она, Выкса. Чудесный город. Там есть крупный-крупный металлургический комбинат. Вон он там, видимо, на горизонте. И там я читал лекцию, мастер-класс такой был, про публичные выступления. Очень для меня было непростое занятие, потому что я сам не очень... То есть я понимал, что они не очень понимают, что я там делаю. Из Москвы приехал какой-то хрен телеведущий, там люди делом занимаются, трубы там эти варят. А я приезжаю и еще учу их публичным выступлением перед рабочими, перед которыми я в жизни никогда не выступал. И, естественно, первое, что мне пришлось сделать на этой лекции, это как раз про это и поговорить. Скажу, ребята, я не знаю, как вы общаетесь, там с рабочими. Наверное, я так не умею. Но послушайте меня, может быть, вы что-то найдете. Они там кое-что нашли для себя. Это к вопросу о цели, о том, что они сделают после. А к вопросу о том, что у меня произошло там, произошла гениальная история. Значит, у меня есть такое упражнение, надо выйти рассказать про свой родной город. Выяснилось, что в Иксе. Все родом из Виксы. И получилось, что неинтересно. И только, по-моему, один человек оказался родом из Минска. И мне пришлось его просить. Обычно, ну, добровольцы есть. А тут, поскольку из Минска, пожалуйста, пожалуйста, выйдите, расскажите. Он вышел, серьезный мужчина. И я говорю, будьте добры, про Минск. Он говорит, у меня не готовился. Да не важно, ну, про Минск. И он так четко по-военному доложил. Минск, столица Белоруссии. Население почти 2 миллиона человек. Серьезный транспортный узел между, ну, как это, транспортный, понятно, между Европой и Россией. Тра-та-та, тра-та-та. Доложил. Все, все. Зал у него так смотрит с очумлением неким. Я их спрашиваю, вам понравилось? А они так все, а мы не знаем. Наверное, да. Я его тогда спрашиваю. Садистский вопрос, но тем не менее. А зачем вы рассказывали про Минск? Он сказал, блин, вы меня попросили, я и рассказал. Что, я сериал никого не трогал? Я говорю, правильно, конечно. Я попросил, вы рассказываете. Цель – отмазаться. И поэтому он был, очевидно, точен в информации и скучен. Типичнейшая лекция. Точен и скучен. А теперь я ему говорю, пожалуйста, не надо ничего рассказывать про Минск. Просто опишите мне любую ситуацию из детства. Вспомните вы этот Минск и просто опишите, что вы видите, что вы чувствуете. В любой момент. Он немножко так это задумался и потом говорит, вообще-то я Минск не люблю. И он говорит, я вспоминаю, что я маленький, и вот я пытаюсь заснуть. Зима, и что-то там за окном вот эта мерзость какая-то летает. И в рамах щели, она залетает в комнату. Холодно. И еще за окном ухает машина, которая забивает свай. Я не могу заснуть. И вот это вот по голове мне. А утром в школу, вороны какие-то. В общем. И он закончил. Я говорю, а посмотри на зал-то. А они все с ним. А они все слушают про его этот Минск. И обалденно. И он сам обалдел. Он не ожидал такого внимания. Он говорит, у меня такого никогда не было. Чтобы целое. А их было примерно как вас вот здесь. Чтобы все меня в этот момент слушали. И он там. И я говорю, а? Цель-то. И он сел на место. Сидит. Мы уже. Это еще не конец. Потому что 15 минут примерно прошло. Я рассказываю уже что-то дальше. Какие-то следующие истории. Вдруг смотрю. Руку тянет. Я говорю, да. Пожалуй. Я хочу еще про Минск. Конечно. Конечно. Выходите. Он вышел. И говорит. Меня. Вот я сейчас сидел. Меня замучила совесть. Минск хороший. Я что-то вот так облажал его перед вами. Ну вы поймите. Я не позавтракал сегодня. Вы меня сюда вытащили. Мне не хочется. Ешкин. Я рассказал, чтобы от меня отстали. Ну и Минск. И когда вы меня попросили рассказать про Минск, я вспомнил то, что первое пришло в голову неприятное. А Минск-то хороший. И вот я хочу сейчас вас переубедить и рассказать вам, что на самом-то деле он хороший. До зима, до вороны. Но летом чистейшие улицы, зеленые аллеи, зеленые дома. Там сталинские. Ну кто был? Дома выкрашены зеленой краской. Пробок нет. Люди чудесные. Приезжайте. Отличный город. Я даже уже не помню, но что-то он такое прекрасное рассказывал. Очень наглядное, очень явное. И когда он закончил, вот тут все зааплодировали. Вот тут было вау. И я говорю, вы поняли, в чем разница? Что третье выступление было с такой конкретной целью. Человек боролся с тем же имиджем Минска, который сам создал. И ему надо было, чтобы мы изменили свое мнение. Чтобы мы поехали все в Минск и увидели, какой он прекрасный. И у него была внутренняя мотивация, очень сильная. Потому что он свой родной город облажал. И он хотел исправиться и как-то изменить это все. То есть у него было. И что вы сделаете? И почему вы не делаете? Как почему? Только что услышали про воронный ух. И почему для него это важно? И что там четвертое? А, ну и большая цель. Мне кажется, большая цель защитить свой родной город. Пусть даже в такой ситуации. Мне кажется, что вот это очень круто. На этом про цель мы поговорили. Значит, вы. Вот сейчас бы мне этот вывести. А, ну давайте увидим. Будете готовить лекцию, напишите, пожалуйста, эти вопросы на бумажке и пишите на них ответы. Это трудно, это бывает иногда думаешь, да блин, да я не знаю. Надо. Ну вот у вас есть цель, вы все придумали, все хорошо, и вы выходите на сцену, и я должен вас убедить в том, что надо писать правильно эту самую цель. И что происходит? Скучно. Я выхожу, я выхожу и говорю, пожалуйста, ребята, пишите правильно цель и пишите, задавайте вопрос, почему они не делают, и задавать. То есть что происходит? То, что называется лектор не увлечен и не эмоционален. И вот в тот момент, когда я слышу слово эмоционально применительно к лекции, да и к спектаклю тоже, я понимаю, что нас всех сейчас с вами ждет попа. Жуткая попа. Если набрать, не, 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 не набирайте даже, я даже не хочу, чтобы вы это делали, но я это сделал, эмоциональность в публичном выступлении, то появляется мастер-класс. Я даже не хочу никого обидеть, не дай бог, но мастер-класс про то, как делать эмоции в публичном выступлении. И там, представляете себе, оказывается, эмоция это, когда ты громко говоришь, когда ты машешь руками, амплитуда важна, и скорость размахивания руками. И самое потрясающее, что там еще шкала, 20 градаций эмоциональности, 0 это кома, 20 орет как резанный. Я вам покажу потом, 17, покажу. Ну бред же, ну мы же понимаем, как это можно так учить, а, и там люди выходят у него на тренинги, и он говорит, покажи-ка нам 12. И человек начинает, а теперь 17. И ужас, но мы-то понимаем с вами, что эмоциональность, она вообще никак, ну она чуть-чуть связана, наверное, с этим внешним проявлением, но, ну а похороны? Очень все эмоциональны. Но никто не это. Значит, что-то не так, что-то не то. И вот у меня очень важный вопрос. Откуда взяться эмоциональности? Как в спектакле делают эмоциональность? И как в лекцию ее притащить? Ответ? Увлеченность? Во-влеченность? Вы понимаете, что такое во-во? Это как? Когда мне самому... А что может быть мне самому интересно? Сейчас продолжим. Понимаете, какое дело? Очень много слов произносятся, очень много терминов, которые практически непонятно, как применить. Что значит мне самому интересно? Ну это как? Пример, если привести. Моей личной жизни? Моей... А? Я очень озабочен. Так, я озабочен, чтобы она получала. А на самом деле что? Ну, а она на самом деле не получит. Потому что лекции дерьмо. Понимаете? Я увлечен тем, чтобы моя дочь, правильно я вас понял, слышала хорошие лекции, но это пока еще меня само по себе не очень увлекает. Ну, она... Все у нее будет хорошо. Да услышит она лекции. Не здесь, так там. Не там, так здесь. Что меня увлечет? И что меня по-настоящему заволнует? То, что она может этого не получить. То, что я не научу вас сейчас делать хорошие лекции или там кого-то в интернете. Вы понимаете ход мысли? Я же вам перечислил. Борьба. Обязательно борьба с проблемой, с чем-то. Если все хорошо, что меня может волновать? Что что-то будет нехорошо. Я с чем-то должен бороться. Это универсальный принцип. Принцип драматурги. Я бы даже, знаете, как сказал? Может быть резко, но как тенденциозно. Но чтобы вы запомнили. Я считаю, что единственное интересное на свете, что есть, это борьба. И даже листик сакуры, который мы созерцаем, который падает на землю, тоже это суть борьба о сопротивлении воздуха и силы земного тяготения. Вот правда. Можете со мной поспорить, но я считаю, что борьба – это единственное, что по-настоящему увлекает. Сейчас поговорим про это. Это на самом деле потрясающая вещь. Это и конфликт в драматургии, это и то, что писал Станиславский, сценическое действие к цели, через препятствия обязательно. Давайте подумаем, вспомним точнее, как устроена композиция произведения, композиция хорошего спектакля, драматургии хорошего спектакля. Это все описано подробно, довольно-таки занудно в книге Роберта Макки. Я так скомпоновал и сделал покороче. Итак, герой. Придется так бегать на цыпочках. Про героя мы поговорили. В случае с лекцией, это, как правило, вы сами. Про цель мы тоже поговорили. Задали движение. Но если просто так легко можно достичь цели, если моя дочь легко получит лекции, или если вы легко научитесь, мне достаточно было вам просто сказать, делайте хорошие лекции, и все. Но нет же, появляются препятствия. И тут становится интересно. Первое препятствие, то, что никто ни хрена не формулирует нормальную цель. Это в моей лекции. У других другое. Ну, естественно, герой бьется, бьется. В конце концов, как-то обходит препятствия, идет к цели. Но нет, появляется препятствие побольше. Как-то он, естественно, тоже борется, 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 борется. И вроде бы уже достиг цели. Но нет. Должно появиться такое препятствие, чтобы, блин, было уже тяжело, и чтобы было непонятно. И вот это рождает истинную эмоциональность героя. Сейчас я разберу примеры, как это в лекциях может происходить. Но так это происходит в театре и в кино, в хорошем. Ну и герой, естественно, в этот момент как-то так думает, да ну его, ничего не получается. Но потом, естественно, собирается с силами. Разрушает, достигает цели. Ура! И дальше очень важный финал. Герой желательно, чтобы в нем что-то еще изменилось, как в личности. Ну, условно говоря, хотел денег, а понял, что семья важнее или любовь. То есть что-то с ним произошло. Я надеюсь, что у меня в конце тоже что-то такое. Если получится, получится. Учится, поймете, что во мне, может быть, поменялось за эту лекцию. Так устроена драматургия. Так надо делать лекцию. Цель, что вы хотите, и дальше препятствия. Причем, может быть, даже прям вот так. Три больших препятствия. У меня это неправильная цель. Нет нифига борьбы, эмоциональность неправильная. И дальше будет еще неискреннее чувство. Третье, самое непредодолимое препятствие. И под них дальше, внутрь, вы можете напихивать какие-то мелкие проблемчики. Внутри, внутри вы как решаете, как это все может быть. Вот так может быть устроена структура вашего выступления. Кстати говоря, у меня, когда я готовил эту лекцию, у меня была большая проблема. Как мне рассказать про себя, про Андрея Скворцова? Мне же надо рассказать про себя чуть-чуть хотя бы. Но это же скучно. Ну и выходит человек на сцену. Здравствуйте, я Андрей Скворцов, я директор Америкатора, мы делаем то, то, все засыпают. Понимаете, чувак рекламируется, говорит какие-то про себя, какой он крутой. Ну ладно, мы это пропустим, в интернете промотаем. Но мне же надо это сказать. Поэтому я искусственно вызываю врага, проблему. А именно Олега Павловича Табакова с вопросом, с какой стати ты Скворцов говоришь о театре. Вот это мое, и когда я придумал, что у меня будет этот вопрос, и это проблема, это препятствие, которое мне надо преодолеть. Понимаете? В этот момент родилась эмоциональность, в этот момент мне стало обидно. Какого черта? Я знаю, что хочу рассказать. Почему мне эту претензию предъявляют, что я ничего не понимаю? Выйди сам да расскажи, Олег Павлович. Ну нет, так я. Это рождает эмоции. И сейчас я вам покажу, вернее расскажу, покажу, может быть, попозже, как это происходит. Ну, например, я гуляю с младенцем, уже все лекции переслушал, уже от отчаяния начал искать совсем уже всякую ерунду. И вдруг я нашел лекцию Александра Пушнова. Знаете ли вы Александра Пушнова? Он ведет это. Галилео на СТС. Он, в принципе, хороший, классный парень, актер. И у него лекции про то, как это, как сводить звук, музыку. Как это называется? Звукорежиссура. Я в этом не понимаю ничего. Я вот этим не занимался никогда. И я, наверное, пока не собираюсь заниматься. Звукорежиссура. Но первые фразы, которые он произнес, он сказал примерно так. Кто не любит использовать сэмплы для ударных, тот ничего не понимает в музыке. И тот музыку вообще не любит. И сейчас я вам докажу, почему. Что он сделал? Он свою обычную информацию. Сэмплы — это компьютерные файлики, где записаны ударные. Я подумал, так, слушайте, ну надо послушать. А то вдруг я не люблю музыку. Я же вообще не знаю, как использовать эти сэмплы. А может, я что-то про себя не знаю. То есть что он сделал? Он обычную информацию. Если он просто мне сказал, я вам сейчас, ребят, расскажу, как использовать сэмплы в звукорежиссуре, я бы с спокойной совестью нажал на паузу или на это и пошел бы искать дальше лекции. Но тут, извините, возникает борьба. Человек борется с теми придурками, которые не любят сэмплы. И он говорит, вы ничего не понимаете в музыке. Мне на это надо посмотреть. И я, сам не ожидая от себя, прослушал 20 с лишним минут лекции пушного по звукорежиссуре. Но потом выключил, правда, все равно. Потому что мне было интересно. И он там так увлечен. Он говорит, барабаны, значит, их писать в комнате неудобно. Борется с тем, что барабаны неудобно. Там микрофон внутрь, снаружи ставь. Поэтому надо вот такие файлы. И там столько настроек, столько вариантов. Он прям так увлеченно борется с этой проблемой, что было интересно слушать. Это так и работает. Найдите себе врага. Найдите, что вас злит, грубо говоря. И не просто сообщайте информацию, а только в качестве борьбы с этим вашим врагом. Кстати, за то, что появится этот враг, отвечаете только вы. Никто вам его не подкинет, скорее всего. Никто Олег Павлович не позвонит, не придет и не скажет. Это я должен его упомянуть. Это моя задача. Разозлиться. Найти эту проблемку. Найти это препятствие. Ну, какой еще привести пример? Мой профессор с кафедры метеорологии, Александр Викторович Кислов, читает лекцию по изменению климата. Хорошая лекция, по-моему, на Полит.ру где-то она есть. Он там очень возбуждается, как вы сказали, от того, что пишет пресса. Он говорит, ну как же? Пресса пишет, что у нас не потепление, а похолодание, потому что за тысячу лет действительно похолодало. Он говорит, ну не в этом же дело. Понятно, что можно найти на любой отрезок времени, и на любом у тебя, кажется, то ли похолодало, то ли потеплело. За сто лет потеплело, за тысячу похолодало, за три тысячи потеплело, за миллион похолодало. Этим можно заниматься бесконечно. Он говорит, не в этом же дело. Дело в том, что в последние 150 лет действительно сильно потеплело, и это впервые в истории Земли связано с деятельностью человека. Поэтому нам важны вот эти 150 лет. Нам плевать на тысячу и так далее. И вот этот факт, то, что прессы это пишут, и они там по-разному, то Калиманджаро растаяло, то не растаяло, вот этот факт, что они без понимания сути вопроса обсуждают изменение климата, его вызвала его эмоциональность. В той мере, в которой она возможна, конечно, в Александре Викторовичу Кислове. Он человек сдержанный. Он это говорил не так, как я, спокойно. Но внутри он был заряженный, и смотреть на это было интересно. Ищите врагов. Ну и последнее, не знаю, я видел, вот здесь был в Диджитал-Октябре, физики собирались про адронный коллайдер. Был какой-то потрясающий дядька, я буквально вчера посмотрел, я не видел целиком на Диджитал-Октобер-ТВ. Наш, из Дубны. Нет, нет, наш из Дубны. Отличный дядька, который рассказывал, как трудно поймать вот этот самый кварк. Он говорит, электрон, ну кто знает, электрон, он живет, по-моему, вечно, да? Электрон всегда. В общем, электрон, он летит долго, можно его там поймать, отследить, как он летит. Это делали еще сто лет назад. А кварк, он 10 минус 18 секунды живет. Его нету. Только начал ловить, твою мать. И дальше он распался, там еще какие-то кварки или что-то еще. И они опять их нету. И он так увлеченно, так интересно рассказывал про это. Почему? Потому что он нам проблему застраивал. Он говорит, блин, не поймаешь кварк. Ну и раз и нету его. Правда. И это стало дико интересно в этот момент. То есть видно, он увлекся не просто темой, что поймать кварк, а он увлекся, что его фиг поймаешь. Он увлекся своей борьбой с этой проблемой. Вот она, настоящая крутизна. Вот она, смысл этой борьбы. Ставьте себе этих врагов, боритесь с ними, увлекайтесь искренне и давайте себе волю. Так, что-то у меня там про борьбу. Это мы поговорили. Это мы поговорили. Это мы, конечно, поговорили. Вот, важно. Чтобы хорошо злиться, нужен зритель. Если так подумать, с кем, по большому счету, сейчас я воюю? На кого я злюсь? Если вы обратили внимание, на кого я злюсь? Мешает вам, да? Мне уже нет. Вам нормально? Нет, я на самом деле злюсь на то, как формально учат многие тренеры выступать людей. Я не хочу их обвинить. Они молодцы, пусть учат в меру своего понимания, но они делают это формально. И получаются вот эти пластилиновые люди, которые считают, что они очень классно выступают, но я не знаю, сколько раз приходилось слышать. Не стойте на сцене на одном месте. Зритель устает. Устанет, устает от того, что вы стоите на одном месте. Надо ходить. Значит, ну надо как-то ходить. Но нет, нельзя так, как тигр в клетке. Ходить нельзя. Значит, надо... А как ходить тогда? Я не знаю, как надо... Как надо ходить-то? Он не объясняет. Он говорит, надо как-то разнообразно. Твою мать. Или говорят про жесты тоже. Что типа, вот так я не могу сделать руками. И вот так я не могу. Как-то вот так. На уровне груди. Рассказывай. Вот я выхожу. Начинаю на уровне груди. Ну это же фигня. Ну зачем же? Ну нет, я не против. Есть техника. Есть техника речи, которая расширяет ваш диапазон речевой и тембральный, и интенсионный всякий. И этим заниматься можно и нужно. Я про это не буду говорить. Кстати, про технику речи, слава богу, все в порядке. Преподавателей много, они хорошие. Найти нетрудно. Вот правда. Я много пересмотрел преподавателей по технике речи. Они все в целом ничего. А вот преподавателей по актерскому мастерству, по выступлениям, очень мало хороших. Очень много вот этих. Пластикой заниматься можно. Хореографией, пантомимой. Да. Учить, какие жесты правильные, какие нет. Нет. Жест должен родиться, когда вы будете злиться здесь. Когда вы будете бороться с своей проблемой, он пойдет тот, который нужен. Вот с этим на самом деле я сражаюсь. И очень меня все тоже смешит, когда мне говорят, что нужен контакт в глаза. Контакт в глаза. Ну, вы же знаете, что он нужен, правда? Нет, он нужен, действительно. Но опять же, зачем? Зачем? Есть предположение? Зачем обратная связь? Правильно, сто процентов обратная. Зачем она нужна? Работает или нет? Для того, зачем понимать, работает или нет. Чтобы, если что, зачем что-то изменить? Чтобы зрителю было… Ну, да. Чтобы борьба происходила правильно, чтобы я к цели двигался, потому что борьба-то где происходит? Она же… Я борюсь-то с вашими мозгами и сердцами. И поэтому мне важно вас видеть, и мне важно понимать, вы за мной или не со мной. Я вот там Лурионов зевнул. Я все видел. Значит, поэтому я смотрю. Я понимаю, что, может быть, надо что-то изменить, действительно, может быть, как-то еще. Для этого нужны глаза. Я, когда слушаю Родзинского и катал ребенка, не было никакого ай-контакта. Не было зрительного контакта. Правда ведь? И мне было очень интересно. Ну, потому что он мастер. Это будете делать лекцию, соберите хотя бы небольшую аудиторию. Хуже нет, когда ставишь камеру перед собой и пытаешься в камеру записать лекцию. Это очень трудно. Вот с камерой работать, как с человеком. Ну, это очень нужен большой навык и опыт. Если он есть, слава, отлично. Ну, я бы, например, не рискнул бы. Хотя я перед камерой много стоял в телеке. Но нет. Радислав Гондопас недавно записал цикл лекций на канале «Успех». Значит, он там по 20 минут. Неплохие. Про публичное выступление. Он посадил девушку, и вот он там с ней как бы борется. Он говорит, нет, вы не так это поняли. А ну-ка вот так. И получается очень интересно. У них борьба, конфликт между двумя людьми. Кстати, ох, я сейчас поборюсь аж с Радиславом Гондопасом. Те вы знаете Радислава, нет? Кто не знает, кто такой Радислав Гондопас? Самый титулованный и самый известный российский бизнес-тренер, в частности, по ораторскому мастерству. Автор нескольких хороших книг. Я их читал, перечитал. Он, конечно, молодец и крут. Он выступает, собирал однажды даже стадион 5000 человек. Выступает, он прекрасно. Но он тоже не избежал этой участи формального, каких-то формальных обучений. И в частности, он, например, вот буквально недавно я послушал кусочек в интернете его лекции. Он говорит, как побороть страх выступления. Ну страшно же. Я даже сейчас выходил. Всегда страшно. Как побороть страх? Чему нас учит Радислав? Ни за что не угадаете. А вы притворитесь, что вам не страшно. Значит, это как? Вдохнул глубоко, расправил плечи, пиджак на мне. И вот я притворяюсь, что я такой крутой, и мне не страшно. Проблема в том, что мне страшно, даже когда я притворяюсь, что мне не страшно. Зачем тогда меня этому учить? Все равно страшно. Мне кажется, но это мой прием, мне кажется, что если ты начинаешь бояться того, чего надо бояться, то страх не то, что уходит, но он в какое-то правильное русло. Сейчас объясню. Бояться надо. Да, я уберу. Это правда, отвлекает это все. Ведь чего мы боимся, когда я выхожу сюда? У меня страх по Роберту Макки профессионального провала. Я же что боюсь? Что вы напишите в Твиттере, был скучный Скворцов, я заснул. Или, ой, я все это знаю, все это я слышал сто раз до этого. Правильно? Каких-то я таких боюсь. Или, наверное, напишут, что Скворцов что-то там ерзал, и у него приклеивались эти пятки, и он на это обращал все время внимание. Ну, какой-то. А с другой стороны, что мне этого бояться? Мне вот этого надо бояться, что я не донесу до вас свои идеи, что вы лекции не начнете делать правильно. Понимаете, какое дело? Или что мне Табаков не позвонит, потому что он поймет, что я вам правильно рассказывал, как делать лекции. Понимаете? Вот если я выхожу на сцену и думаю, так, они там сидят, кто-то знает больше, кто-то меньше. Вот я должен обязательно, вот про цель, там будет им скучно, но мне надо додавить. Важно рассказать. А здесь мне надо рассказать историю про Минск, не торопясь. Хорошая история. Значит, надо не спешить там. Понимаете, какое дело? Если я думаю над своей целью, над своей борьбой, над тем, что я должен там делать, и какая у меня цель, и как я буду ее двигать, и борьбу, как я буду бороться, не так страшно. Ну, то есть страшно, но уже не такой животный страх, что я сейчас облажаюсь, а страх, что результата не будет. И это хороший страх. Не всегда у меня получается, честно скажу, настроиться, но вот там я стоял в углу, и вот я думал об этом, о том, что обязательно сказать, как сказать. И как-то лучше, лучше. Ну вот еще раз конспект. Значит, боюсь врагов, тех самых моих вымышленных, что они победят, что вот эти формальные жесты вам будут ближе, чем мой подход, а не зала. Сейчас я вам покажу то, что я уже как-то разделал на этой сцене. Хочу повторить, потому что, ну, надо. Потому что, когда мы начинаем бороться, и когда просыпается эмоциональность, очень велик страх и велика опасность, что эмоции будут неискренними. То есть вы будете, что называется, плюсовать. И когда я бороюсь с Радиславом Гондопасом, я не на самом деле думаю, как по-другому вам объяснить, как бороться со страхом, а я изображаю это. Я выхожу, вдохнув, делаю вид, что я не боюсь. И, значит, я, Радислав, ты не прав! И вы мне не верите, потому что это эмоционально сделанное на 12 баллов. Как сделать эмоциональность искренней? Как? Большая проблема. Я, когда начинал вести погоду на НТВ, значит, полгода меня вообще никто не узнавал. Не узнавали, и в интернете не писали. Я пошел заниматься преподавателем. И вот я занимаюсь преподавателем уже две недели. И я думаю, что пора бы уже, чтобы какой-то результат появился. Я говорю, что я две недели уже занимаюсь у вас, Игорь Борисович, а никто еще ничего про меня в интернете не написал. Он говорит, ну а что? Вон борьба, борись. Я говорю, борюсь я. Плохо борешься, значит, неактивно. Активней борись, давай. Ну и я, значит, дал. Кто это видел? А, не так много. Это как раз тот самый случай, который, ну и меня просили, и да я и сам хочу повторить. Итак, на вторую неделю занятий с преподавателем. Эфир НТВ. Я выхожу делать прогноз погоды. Там у меня за спиной карта. Значит, вообразите, что она карта. Выходит ведущий. Я это сейчас уберу, а то боюсь, что куда-то улетит. Выходит и начинает бороться. Сейчас, сейчас. Было это так. Почти, почти прям так в эфире было. Здравствуйте. Тайфун. Огромный тайфун идет с Японии. Он набрал много влаги. И идет сейчас на Приморский край. Находка в Владивосток. У вас будет ливень. Град. И всех вас зальет. И сильный ветер вышибет окна. И затем циклон. Пайфун пойдет в Хабаровский край. И следом на Камчатку. Он пройдет сюда, здесь. Верет и полежом на Якутию. Пожалуйста, закрывайте окна. Град. Ветер. Сильнейший. Шторм. Ну, может быть, у меня сейчас получается даже лучше, чем было в эфире. Но был результат. И появился первый отзыв. И отзыв был такой. Уберите психопата из эфира. Это правда. Это действительно так оно и было. И чего? Спасибо. Я был рад на самом деле. Потому что заметили. Потому что телевизор, ну, это же такая жестокая вещь, да? Ты либо, блин, там жжешь, и тебя замечают, или тебя просто нет. И поэтому, ну, когда каждый жжет в силу своего таланта. Кто-то вот так, кто-то интеллектуально шутит. Всем как бы кто что может. Кстати, про талант. Я когда слышу, что там Андрей, это не твое, я много этого слышал на погоде, когда начинал заниматься. Ну, не твое, талант, шмалант. Познер, блин, тут это. Не мне, а лекция в интернете. Хорошая лекция, но в один момент он говорит, кто не умеет пробивать камеру, не надо заниматься телевидением. Это не ваше, уходите. Я говорю, подождите. Ну, я не умею пробивать камеру. Ну, я не хочу уходить. И потом у меня другого, меня-то нету. Я же не могу в магазин прийти, сказать, знаете, вот этого Скворцова заберите неумелого, а вон там вот что там, ургант, ургантом не дайте, что я надену на себя. Ну, нет же. Поэтому, извините, Владимир Владимирович Познер, буду делать, пока либо меня пусть выгонят, либо мне надоест. Вот два варианта, которые могут быть. А до тех пор я буду делать. Поэтому, если вам кто-то говорит, что нет таланта, это не имеет ни малейшего значения. Имеет значение только вы хотите или нет. Хотите, делайте. И плевать. Кто бы что там ничего не говорил. Вот это мое отношение к таланту. Таланту того, кто делает. А кто не делает, не талант. И вас не волнуют другие. Не волнуют. Так вопрос в том, почему же я работал с Дальним Востоком? Почему? Я не знаю, вы мне поверили? Нет? Чего? Страшно? Нет? Ну, я пришел к преподавателю и говорю, только, я говорю, Борисович, нормально. Значит, зачет. Ну, хорошо, что это. Уберите. Ну, а как? Он говорит, слушай, а что ты видел в тот момент, когда ты это произносил? Примерно то же, что и сейчас я видел. Эти софиты в глаз. Камера вот там. И больше ничего не вижу. Камера, софиты, жгу. Говорит, в этом и проблема. В этом и проблема. Потому что ты нам изображал увлеченность и изображал борьбу. А реальной борьбы и реальной увлеченности не было. А она возникает, когда ты видишь. И это третья часть. И тут я вам... Что это? А, ну, это вот появляется, это самое, видеть. И тут я вам хочу показать единственный кусочек видео за всю лекцию. Но мне представляется он безумно важным. Я вам говорил, что я пересмотрел... Сейчас. Я пересмотрел почти всего Родзинского. И в том числе его интервью пересмотрел. И во всех его... Ну, я, может быть, не все видел, но много. Ну, и всего лишь в одном интервью, одну минуту он рассказывает о том, как он это делает. И в эту самую минуту он умудряется произнести то, что я считаю одним из самых важных. Я когда увидел, я там со стула чуть не упал. Ну, батюшки Эдуард Станиславович, сюда, значит, пойдемте со мной в дешевле октябрь и расскажите мне. Вот я это сделал при помощи видео. Давайте послушайте немножечко, что он говорит. Давайте еще раз. Для того, чтобы вас слушали, это должна быть импровизация. Если нету импровизации, будет самое страшное, под названием лекция. И люди с этого момента, когда они слышат кусочек, что это лекция, они начинают вспоминать, что они забыли, где телефон, что они сейчас вернутся. Вы их потеряли. Поэтому с самого начала вы должны просто вступить в эту реку и начать это видеть. То есть, самое потрясающее, когда вы видите. Вот я там начал, там, сказал, русский писатель в 20-х годах сказал, хорошо было Ною, в его жизни был всего один потоп. Правда, потом пришел хам, но ведь тоже всего один. А в этот момент я слышал, знаете, что я видел? Себя под дверью. Потому что первый урок истории и эту фразу я слышал, стоя под дверью. Дело в том, что они разговаривали вдвоем, а я их подслушивал. Они, это были два, скажем, украинца, так назовем, или попросту два блестящих ученика Ришельевской, Одесской, знаменитой гимназии. Один из них был мой отец, а второй был соученик Юрий Карлович Олеша, который... Я просто боюсь, что я не закончу никогда, потому что это гениальнейший человек. Вот если вам интересно мое мнение, кто вот лучший, я считаю, что Эдвард Станиславович. Я готов слушать бесконечно. И как тут все есть, и цель он какую, как он ему вкладывает в голову, слушай, как это все надо делать, и борьба. И вот это... Про импровизацию верно, но импровизация сложная штука. Когда вы владеете материалом уже безупречно, и у вас его много, и все у вас здесь, то вы можете позволить себе импровизировать. Он абсолютно прав. Это верно. А вот про видение, это доступно попроще, мне кажется, хотя тоже есть сложности. Видеть то, что ты говоришь. И когда мне преподаватель сказал, что я вижу здесь, он говорит, а представь себе, что твоя жена Юля сейчас там, во Владивостоке, и тебе надо просто ей позвонить по телефону, ты метеоролог, ты узнал про тайфун, и тебе просто надо ей позвонить и предупредить. Сказать, Юль, пожалуйста, не выходи сегодня на улицу, там тайфун. Говорит, у меня дела, там надо... Слушай, я тебе серьезно говорю, я метеоролог, пожалуйста, останься дома. Тайфун. Понимаете? По-другому все это звучит. Если я увижу свою жену там, не буду я так бегать и орать по потолку, да? Видеть. По-настоящему. Картинку. Помните про Минск рассказ? Это было упражнение на видеть. Я его просил с самого начала. Ты не рассказывай про Минск, ты вспомни ситуацию и опиши. Громко, нет? Вспомни и опиши. И он начал... Ну, видимо, он был там аудиал, не визуал, поэтому он начал со звуков, как ухает, как это, как это. Кстати, тоже вот мне часто делают замечания, говорят, ну, есть же люди визуалы, им не надо видеть, есть аудиалы. Это касается не зала, это касается вас. Вот если вам проще вызвать эмоцию, там, почувствовать запах, вспомнить, welcome, пожалуйста. Если видеть, как правило, лучше видеть и рассказывать удобнее то, что ты видишь. Это самое главное, наверное, самый главный принцип, в том числе и в системе Станиславского, самый главный принцип, если хотите, вот русской школы, игры в театре. И это, наверное, самое главное, что мы можем забрать у театра себе в лекцию. Я, у меня есть актриса знакомая одна, вы говорите, я не простая, но расскажу все-таки. Сейчас. Значит, мы пошли как-то к ней на спектакль, и она там играла, у нее монолог про смерть близкого человека. Я не буду подробно говорить, неважно, про смерть близкого человека, монолог. и она его читает, и в какой-то момент я понимаю, что мне ее безумно жалко на самом деле. То есть, прям вот, я вижу, что она плачет, и мне как-то вот, ну прям, я смотрю, не могу оторваться, и я так себе говорю, слушай, подожди, Андрей, блин, это же театр, это, блин, это сцена, это зал, это актриса, почему же ты так переживаешь-то за нее, и ничего не могу с собой поделать? Чудо! Как бы я понимаю мозгом, что все неправда. Я потом у нее спрашиваю так в полу-полу в шутку. Как ты это делаешь? Ха-ха. А она мне ответила серьезно. И лучше бы она не отвечала, потому что она сказала, ты понимаешь, я в этот момент вижу смерть своего отца, который умер у меня на руках, и я подробно словом за словом, подробно, по минутам рассказываю все, что было в этот день. А произношу, конечно, чужие слова драматурга, которые мне написали. Оп! Главное в профессии, даже для меня, это не вот увидеть этот день, а потом успокоиться после спектакля, и потом как бы прийти в себя. Иногда бывает быстро, а иногда ночь не сплю, а иногда еще и два дня потряхивает. Тяжело. И мне даже, честно, подумал, что, господи, может, лучше мне было бы и не знать про это. Но так это работает. Нам, по счастью, лекторам этого делать не надо. Но нам надо делать другое, что мы можем увидеть. Нам не надо какие-то свои жуткие истории видеть, а говорить чужой текст. Нам надо рассказывать свои эмоциональные истории. И тут я скажу, наверное, тоже еще один такой, что ли, постулат, очень важный, что единственное, по большому счету, что может быть в лекции, странно звучит, но единственное, что на самом деле может быть в лекции, это твои личные истории. Все, все, поиск кварка, этот музыкальный, как он, звукорежиссура, публичное выступление, делание лекций, все через себя и всего история. Понимаете, это сложно, но только так ты добиваешься правды эмоциональной. Ты видишь. Познер рассказывает для журналистов, он рассказывает очень часто одну и ту же историю, как если вы молодой журналист, пришли к министру обороны, может кто-то слышал, к министру обороны и видят, у него на столе лежит приказ об объявлении войны соседней страны. Вы прочли и дальше он спрашивает, что вы сделаете. Вы это расскажете, вы не расскажете, там какие-то варианты, споры, но он эту историю всегда начинает с того, что он лично, ну не видел сам приказ, но он где-то в Америке на каком-то мастер-классе у кого-то узнал про это и как у него завязался спор, все через себя, через себя. Это очень важный принцип. Я должен вам сказать, что этой лекции, ну не то, чтобы ее могло не быть, но в пятницу прошлую я устроил прогон. Прогон в нашей театральной студии для небольшого количества людей, для друзей. И у меня было в этой лекции напихано много видеопримеров. И вам может показаться странным, что сейчас почти их и не было. Но вы поверьте мне, что в те минуты, когда я включал эти видеопримеры и когда я говорил, ну вот, посмотрите, вот, вот, посмотрите, вот, пропадала вот эта эмоциональная связь. Становилось хуже. Я терял их. И, во-первых, было длиннее раза в полтора, а, во-вторых, им было скучно в этот момент, потому что я не мог никак себя привязать к этим лекциям. Не могу сказать, что они мне безумно нравились. Просто неплохие примеры. И у меня не было с ними ничего связано. Я решил от них избавиться и рассказывать вам так, как сейчас. Но если хотите, могу вам потом, потом кое-что показать. Что еще нам важно? Когда будете рассказывать истории, очень важно, чтобы история была реальной, то есть на самом деле произошедшая с вами. Можно адаптировать, можно усилить, можно что-то сократить, но все-таки, чтобы вам было что видеть, чтобы не выдумывать. Она должна быть глубоко лично вас трогающей, для этого нам нужна борьба, и для этого нам... Ну вот Минск, в ней все есть. Она, конечно, должна содержать картинки визуальные, наглядные, чтобы вы увидели со мной вместе эту актрису, потому что, если говорить про стратегию реализации корпоративной... Чего? Реализацию корпоративной стратегии это увидеть невозможно. Ну или каждый по-своему увидит. Это скучно. Надо, чтобы вы могли это увидеть, чтобы обязательно были вот эти картинки. Станиславский говорил киноленты видений, то есть прям весь спектакль в голове у актера, картинки, картинки, картинки. И еще он говорил так, цитата, говорить надо не уху, а глазу. И об этом же говорил Родзинский. Видеть. Ну, конечно, очень важно, чтобы история была по делу. Потому что, честно говоря, бывает так, что куда-то в сторону человек рассказал про какую-то там, не знаю, там какие-то свои старые лыжи, какие-то они там драные стоят, зачем он это рассказал? Вроде мы увидели эти лыжи, почувствовали, к чему. Такое тоже бывает. И неплохо бы хотя бы кусочек истории проиграть. Тут вот кто-то написал, что я буду рассказывать про стендап-комедию, что технология стендапа в лекциях. Я не собирался, но есть книжка, кстати, рекомендую вам прочитать, Джуди Картер, Comedy Bible, на английском языке, где написано очень подробно технологии стендапа. Если вы прочтете, вам будет неинтересно больше смотреть стендап по телеку, потому что вы будете видеть, как все сделано по технологии. Там четвертым этапом любого стендап-выступления, кусочка стендапа, является отыгрыш. То есть ты должен изобразить то, про что ты рассказываешь. Это примерно то, что я вам сейчас делал здесь с этим. И это то, что мы можем взять у спектакля. Потому что в этот момент, пока вы отыгрываете, это не стыдно делать, потому что я же здесь, это же не я был, прыгал здесь. Это же был не я. Это был персонаж. Это был Андрей Скворцов, четыре года назад. Извините, ко мне это не имеет никакого отношения. Нет, конечно, кто-то скажет, да ты и сейчас так работаешь. Но это уже будет не совсем правда. Поэтому проигрывать истории. Еще один маленький-маленький замечание. Мы уже сейчас скоро почти закончим. Маленькое замечание про визуализацию. То есть можно мы, в крайнем случае, если вообще нет истории, и в крайнем случае, если совсем уже абстрактные, какие-то очень сложные концепции вы обсуждаете, можно сделать их наглядными. Вот отсюда у физики всякие очарованные кварки, еще что-то. То есть они пытаются хоть как-то визуализировать историю. Стратегия корпоративная. Это сложно, непонятно, но придумывают аллегории. Аллегории — это что? Это объяснение абстрактного как конкретное. Стратегия — это на карте из точки А в точку Б мы будем двигаться. Про аллегории их можно использовать как крайний случай, если нет истории. И, пожалуйста, коротко. Потому что… И, пожалуйста, коротко и с объяснением, что вы имеете в виду. Стратегия — это карта из точки А в точку Б. Это значит, нам надо определить, где мы сейчас и куда мы хотим идти. Вот это нормально. Когда я слышу трехминутный рассказ о том, как моя жена… Я недавно слышал конференцию по маркетингу. Жена готовит торт. И это три минуты рассказывается, как готовит торт. А потом… Вот так и хорошая реклама должна содержать много разных ингредиентов. Твою же душу в пень. А это три минуты мы слушали, думали, сейчас что-то узнаем такое серьезное. Это была аллегория. Значит, коротко. И объяснить все-таки, что же общего между рекламой и тортом. Еще раз. На самом деле… Сейчас я проверю. Да! Мы с вами обсудили три важнейших принципа постулата, которые мы можем свистнуть у театра и использовать в лекции. Цель нам нужна для того, чтобы усложнить себе задачу и чтобы понять, к чему мы будем двигаться, и чтобы произошел отбор нужной информации к той, и которая заставит вас сделать то, что я хочу сделать. Купить книжку по физике или досмотреть до конца спектакль, лекцию Родзинского. Чтобы это достижение цели происходило эмоционально, мы должны встречаться с препятствиями и их преодолевать и бороться. И чтобы эта эмоциональность была искренней, правдивой, и чтобы вам верили в этих эмоциях, мы должны использовать истории с картинками и видеть. Понятно, что все это существует одновременно. История про Минск вам про это говорит. Все сразу. И цель, и борьба, и картинки, все вместе. Но готовясь к лекции, можно это делать последовательно. Написал цель, подумал, расписал три важных тезиса, против чего я буду бороться. Так, так, так. Подумал, распихал туда истории, распихал туда материал, подумал, это лишнее, выкинул, а здесь что-то слабо, не поверят, добавил, и вот так драматургию все простроил, начал рассказывать, хреново скучно, почему? Не вижу ничего, нужны истории. И начинаешь добавлять все это в истории, в истории получается что-то небезынтересное. Напоследок, я должен вам рассказать еще одну историю про то, как я играл в театре, потому что у меня немножко неожиданный вывод, но мне кажется, важный такой для финала, то, что надо. Итак, мне уже, а нет, мне еще понадобится этот пульт. Значит, мой театральный опыт. Я вообще в студии не играю в спектаклях, я занимаюсь своими лекциями, я занимаюсь погодой своей, но один раз я решил, это был спектакль ученический, значит, ученички, мы, решили что-то такое сыграть, удивить мастеров, и режиссер спектакля тоже был из круга ученичков. Как вы думаете, какой спектакль могут захотеть сыграть ученички? Гамлет. Да, конечно, спектакль это Гамлет, да, первая ассоциация. Мы, естественно, решили сыграть Гамлета. Режиссер тоже играл с нами. Вопрос следующий к вам. Какую роль в спектакле Гамлет мог играть я? Спасибо вам за комплимент. Ну, Гамлета. вы забыли, что режиссер спектакля тоже играл в спектакле. Гамлета играл сам режиссер. Кстати, у нас это была девушка. Гамлет-леди. Прикольно. Мне достался Клавдий. Клавдий. Это, напомню вам, это дядя Гамлета, который папу убил, на маме женился. И у меня там было очень ответственное дело. Ну, спектакль серьезный же, там же не поприкалываешься, как здесь, да? Этот не подойдет, то, что я умею, Дальний Восток. Ну, это серьезно. И там монолог у меня, очень ответственное было дело. Монолог. Там так. Удушлив смрад злодейства моего, на мне печать древнейшего проклятия, убийства брата, жаждуя горю, всем сердцем рвусь, но не могу молиться. Помилования нет такой вине. Ну, и так далее. И не получается. Я пробую, думаю, я же знаю, что надо по картинке подложить чего-то, а мне нечего подложить. Я что-то брата я не убивал никогда. Я даже не мог попробовать, у меня сестра, потому что я думал, может быть, где-то я какой-то был расподлец, может быть, где-то какой-то подлян, но то ли я не подлец, то ли я такой подлец, что я даже не помню, и что меня не трогает, и совесть меня как-то особо не мучает. И, в общем, я уже прям был в расстроенных чувствах, потому что монолог читался формально, я выходил, орал что-то там такое, удошли, я всмрад, ну, и тут произошло событие, ну, потрясающее совершенно для меня, потому что мы с женой пошли в поликлинику, и в поликлинике я первый раз в жизни на УЗИ увидел свою будущую дочку. Такая креветка, и там уже головка, тельце такое, меня что-то накрыло так этим, я почувствовал какую-то сильную эмоцию живую в себе, которую я давно не чувствовал, давно такого, а может, никогда даже. Когда я пришел в себя после вот этого, я так подошел к этому цинично, я подумал, блин, ого, у меня есть, что я буду, на что я буду смотреть на Клавдии, пусть это не соответствует, неважно, но я приду на спектакль, увижу, вспомню этого вот, креветку вот эту вот махонькую, и у меня, и те же эмоции возникнут, и я буду читать, и я репетировал дома, и это было гениально, я играл, и на спектакле, а у нас был настоящий спектакль, трон, то бишь стул, музыка, свечи, конечно, были тоже, а, жена моя тоже играла в этом спектакле, я очень, естественно, нервничал, за нее переживал, поэтому вот это вот, там, не пей вина, Гертруда, это было по-честному, ну, и я был готов, а, а на этот спектакль, например, пришли все мастера наши, Мартынычев сидит, Тепляков, заслуженный артист России, заслуженный зритель искусств, профессор, и пришел Давид Григорьевич Ливнев, а Ливнев, это вообще патриарх Гитиса, учитель Теплякова, ну, он столько народу научил, и даже очень известные имена есть, вот они пришли, сидят, и я так за сценой думаю, блин, сейчас, сейчас сыграю, они же не знают, они же сейчас увидят, и они все упадут на колени и скажут, Андрей, ты, блин, гений, вот как же мы не знали про тебя раньше, что-то, я правда, я был уверен абсолютно, что, ну как, ну меня не подведет это, это же было очень сильно, я же это чувствовал, и начинается спектакль, сейчас, не-не-не-не, начинается спектакль, значит, трон у меня, свечи, этот ушел там куда-то, скоро монолог читать, ну я спокойно, так, ну что, жена, поликлиника, УЗИ, не трогает нифига, не работает, подожди, подожди, так, жена, поликлиника, УЗИ, креветка, вижу, нифига, вообще ничего не чувствую, вообще ничего не происходит со мной, я думаю, так, подожди, что такое, надо подождать, я же не могу долго ждать, люди сидят уважаемые, я же полчаса-то не буду сидеть, правильно, готовиться, когда там коня придет, но делать нечего, ну встал там, вышел, проорался, ну а что, Хабенский, кстати, тоже орал, если кто видел, вокруг стола железного бегал и орал, не, Хабенский, очень хороший актер, ну а тут он орал тоже, и я поорал, спектакль закончился, естественно, никто мне не сказал ничего про гениальную игру, а я потом подошел к Теплякову, говорю, Валентин Васильевич, что-то ваша, блин, система Станиславского, что-то как-то в ней не то, не работает, и он мне сказал, ну во-первых, Андрей, ну во-первых, конечно же, этим надо заниматься, это приходит не сразу, на вопрос, сколько времени надо заниматься, он даже не стал отвечать, хотя ответы есть, говорят, что актерам трудно только первые 30 лет, потом легче, но самое потрясающее, он сказал потом, он говорит, Андрей, а о чем ты думал в тот момент, когда шел на сцену, рассказывать нам про эту историю, я задумался, я знаю, о чем ты думал, ты мне можешь даже не отвечать, ты думал о том, как ты сейчас нас всех поразишь своей гениальной игрой, я это знаю, о чем вы об этом думаете, когда вы так выходите первый раз, он говорит, и в этом проблема, и дальше он произнес потрясающую фразу, он сказал, установка на успех снижает творческий потенциал, если бы ты шел по-настоящему поделиться этой своей радостью, этим своим впечатлением, если бы ты это хотел нам показать, может, оно бы и получилось, но ты шел показывать, что ты гений, и это к вопросу о правильной цели, поэтому не надо хотеть, чтобы позвонил Олег Павлович Табаков, а надо хотеть того, чтобы вы хоть чего, что хоть один из вас или из вас в интернете будет готовить лекцию, может быть, использует один или все три принципа, о которых я вам рассказал. Осталась одна маленькая деталь, потому что я-то хотел, чтобы было как спектакль, а получилось, ну, все-таки получилось-то как лекция, что там, ну, а с другой стороны, хочется же как спектакль, чтобы был, ну, а если хочется, то надо же делать, я считаю, тем более мы же знаем, что такое спектакль, что у меня, стул есть, о, свет мне делают. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, Алексей. Андрей, очень классный спектакль, действительно, как в театр сходил. Вот, эмоций очень много. У меня единственный вопрос такой. Если у тебя много обучений, если у тебя много лекций, ты хочешь их превратить действительно в что-то такое интересное, ты сказал про чистую эмоцию. Если ее постоянно себя доставать, нет ли эмоционального выгорания, и не сляжешь ли ты через неделю уже такой безэмоциональный по шкале в ноль? Ну, о чем ты говорил-то? Это два вопроса очень важных. Значит, во-первых, к эмоциям привыкаешь, это точно. И, например, если честно, УЗИ по прошествии уже почти двух лет не так меня втыкает, как втыкало раньше. И теперь я вспоминаю лицо дочки, как я увидел ее сегодня. Она улыбалась, она уже ходить пытается. Понимаете? Эмоции надо освежать, конечно. Истории должны обновляться, потому что одну и ту же историю, это очень трудно ее эксплуатировать долго, особенно если ты каждый день ее рассказываешь. Ну, это трудно. Настоящий актер, если он живой, мне тоже это рассказывали, он читает один и тот же текст этого Клавдия, он меняет. Ну, это мало кто делает, потому что мало кто профессионально по-настоящему работает. Они подкладывают новые истории. Не знаю, можно ли привыкнуть к смерти отца. Но есть в огорании истории, это да, это труд, надо искать новые. И второй вопрос, не сляжешь ли ты в больницу, если… Ну, во-первых, некоторые ложатся из актеров, мы знаем такие случаи. Но нам-то лекторам не обязательно, во-первых, настолько уж прям до такой степени. Думайте о хорошем, что нам там? Зачем нам себя обязательно прям какие-то жестью такой травить? Ну и осторожнее надо быть как-то, надо следить за этим. То есть да, это можно увлечься, конечно, если прям слишком прям себя до слез доводить. Но этого не надо, это не надо. Я же этого не делал, вроде бы. От хороших эмоций не сляжешь. Ответил я, наверное, нет. Спасибо. Это книжки. Роберт Макки, один из лучших учебников по драматургии. Да, пожалуйста. Андрей, спасибо большое за проведенный вечер. То есть мне очень понравилось то, что вы о чем говорили, то я и видел, собственно. И, может быть, у меня нет вопроса, да, мне сказал только некоторый комментарий, он поможет. Много о чем вы говорили, мне описывается одним единственным словом, да, это слово «искренность». То есть тот человек, который искренен, да, у него, в общем, он уже понял свою цель, и он, в общем, говорит для людей, ну, не откровенно, да, для всех просто себя выкладывая, а он искренен просто в своих делах. И этот искренен, в общем-то, получается действительно сделать спектакль для всех. Спасибо. Я хотел только сказать, что, вы поймите, я на самом деле очень технологически устроенный. И поэтому для меня, знаете, слова «искренность», они для меня не очень, ну, как бы, я их не очень понимаю. Я всегда своих преподавателей доставал, как конкретно, вот видеть я понимаю, увидел ребенка, и вот ты искренен. Поэтому эта искренность, она развивается, честно. Если вы посмотрите, там, мои же выступления, ну, пятилетней давности вы не увидите, но, там, трехлетней давности. А я вот, собственно, считаю, что ей нужно учиться, и мало людей позволяет себе быть искренным. Это вполне себе такая вещь. Ну, надо учиться, это правда. То есть, ну, это развивается, то, что для меня было большим открытием. Это прекрасно развивается. Все зажатые вначале, все формальные. У меня тоже, там, три интонации. Б-б-б-б-б-б-б. Ну, сейчас, как это… Ну, я продолжаю, это еще далеко не предел. А может, тогда, вот, срок вопрос. Вы же, наверное, не первый раз выступаете, люди вас слушали. А вот кто, на самом деле, вот, по-хорошему зарядился этим, да? У нас вообще, ну, легко понять, да, как бы возбудиться на этой, понимать, что, да, это правда. А вот перенести на себя, на самом деле, сделать это, да? Вот вы видели примеры того, что человек сделал? Чтобы человек сделал то, что… Во-первых, я не так долго, много выступаю вот именно по этой теме. Выступаю ровно год. И первая лекция была у нас вот здесь, собственно, публичное вступление по Станиславскому. Вы понимаете, какое дело? Чтобы по-настоящему добиться от людей результата, надо с ними работать долго. Долго. Я видел вот такой, знаете, вспышечный результат, как было в Иксе. Когда вышел человек, и всего лишь просто поставив ему задачу правильно, наверное, он талантлив, наверное, ему было это как-то, ну, легко. Но мы прямо увидели превращение из формального человека в искреннего. Я вот верю в то, что эти вещи, это действительно абсолютно практически, абсолютно работающие штуки. И ко мне подходили люди и говорили, что, слушай, говорят, нас так долго учили вот на всяких тренингах, публичных выступлений, как надо начинать, как надо выходить. То есть много-много какой-то вот такой вот мишуры технологической никогда не учили вот этой сути главному. Понимаете, какое дело? И вот это для многих открытие было. Я самый раз удивляюсь, что я такого рассказал-то невероятного, что невозможно узнать. Все это, в общем, понятно, просто этого мало кто делает. И все это, что мне очень нравится, очень технологично. Потому что бывают такие концепции, типа, накинь на себя образ актера. Это как? Как? Здесь все очень понятно, как. Сел, написал, ответил на вопрос, продумал. Собственно, об этом я говорил. То есть искренность, она, ну, должна быть, что называется, технологией, которая к искренности приведет. Вот так вот. Я не хочу тут говорить про какие-то такие воздушные термины. Я тут технолог, мне это очень нравится. Так. Андрей, спасибо вам большое. Вы вторая яркая эмоция, ярчайшая за сегодняшний день у меня. И тому есть, в общем-то, наверное, веские объяснения. Но немножко по-серьезному хочется поговорить на тему корпоративной культуры. Я знаю, что вы проводите лекции, мастер-классы для крупных, в том числе, компаний, где используются методы, технологии, о которых говорилось сегодня. Я уверена, что многим людям, которые сегодня здесь находятся, приходится или когда-либо придется выступать перед чопорными, сложными людьми, которые работают в корпорациях. Я, конечно, говорю о менеджерах, где каждое слово, где каждая эмоция регламентирована. Как объяснить им, почему им нужно быть более эмоциональными, и идут ли они на это по вашему опыту? Спасибо. А что за первая была сильная эмоция, если не секрет? Ну, я думаю, что, да, поскольку это тоже отчасти с вами связано, это фильм, закрытый фильм для одного крупного банка о корпоративно-социальной ответственности и помощи детям. Но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, Андрей. Какой, наш? Да, ваш фильм. Ну, в общем, пересмотрите. Да, я понял, да, я понял. Он действительно тяжелый, но нужный. Да, точно, он закрытый. Спасибо. Так, я так думал, весь вопрос, я думал о том, что же вызвало вашу первую эмоцию, что немножко забыл сам вопрос. А, а, про этих самых. Ну, смотрите, во-первых, есть такое понятие, как обстоятельства. И, естественно, то, как я с вами вечером в неформальной обстановке, если бы там, ну, я не знаю, выступил. Ну, я-то ладно, понимаете, мне погода на НТВ вообще дала как бы право говорить как угодно. Ну, что с него взять? Я, да, я веду мастер-классы для директоров. У меня два постулата. Во-первых, все равно, все, что здесь я говорил, думайте. Ты встаешь и выступаешь на совете директоров крупной компании. Зачем тебе это? Что ты от них хочешь? Они говорят, ну, нас, как правило, заставляют, например, отчитаться. Вот я должен встать и отчитаться. Ты можешь встать, отчитаться, сесть, и ничего не произойдет. И ты абсолютно в этом будешь прав, потому что ты безопасен, ты в безопасной ситуации, ты делаешь, как всегда. Но ты же можешь встать, подойти к этой кафедре и сказать, вы знаете, уважаемые члены совета директоров, конечно же, я сейчас должен перед вами отчитаться о строительстве такого-то цеха. Я бы мог потратить 15 минут вашего времени на рассказ о том, что все хорошо. Поверьте, все хорошо. И это мой отчет. Позвольте мне потратить не 15, а 5 минут вашего времени на обсуждение проблемы, которые я считаю важной. Проблема такая-то. Наша корпоративная культура. Мы говорим о доверии повсеместно, но его нет. И так далее. Не обязательно кричать. Не обязательно быть каким-то там мегаактивным. Обязательно быть эмоционально заряженным. Обязательно увидеть ситуацию, в которой не было доверия. Обязательно о ней рассказать. Это риск? Риск. Могут тебе сказать нет? Отчитывайся, сиди. Могут. Но могут и нет, а могут и дослушать. А мой, например, опыт подсказывает, что слушают. Я в очень высоких кабинетах иногда произносил вот такие вот странные вещи. И это работало. То-то, кстати, о чем вы говорите об этом фильме. Это все началось с такой безумной поступки, которую вообще невозможно себе представить. Я написал первому лицу письмо по электронной почте. Это было не выступление. Это там всего три предложения было. Пробовать или не пробовать? Вам решать. Но это все работает. И вовсе не обязательно. Обстоятельства задают ваше поведение. Вам не обязательно прыгать и развлекать толпу. И как бы, да, будьте спокойны. Ну как бы, будьте сильны. Голоскоп, все, нормально, вышли. Но все то же самое. Так я этому это и говорю. А кроме того, все люди. Не бывает чиновника. Он человек все равно. На него все равно это действует. Фидбэк был, что воспользовались, но я не был. То есть я как бы не присутствовал на этих мероприятиях. И что там реально происходило, не знаю. У меня был фидбэк. Ну как, после одной лекции попросили еще провести пять по подразделениям. Ну то есть, как бы, такой вот, как говорится, фидбэк был. Коммерческий в том числе. Я сейчас вспоминаю, ну, например, Гайдаровский форум, где выступал Герман Греф. И он вышел, он говорит, у меня, слушайте, мне вот попросили там на три пункта, о трех пунктах рассказать. Первое, я не понимаю. Вот вы меня хоть убейте, я не знаю, что про него говорить. Все, в сторону. Второе, что будет с рублем? О, вот тут мы провели исследование, дайте я вам расскажу, потому что многие думают. Ну то есть, все равно люди. И там же выступал еще этот самый Андрей, юрист из Госдумы, как же. Который комитет по налогам, по-моему. Андрей, а? Нет, 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 нет. Ладно, вылетел из головы. Прекрасно выступал, прекрасно. Но в нарушении. Вот выступают у него там три министра, все скучные, все долдонят. Выходит, человек отжигает зал в восторге. Министры улыбаются, говорит по делу. Ярко, активно. Борьба есть, цель есть. Прекрасно все. Почему нет? Вот он, да, а другие нет. И он молодец. Все аплодируют, все в восторге. Пресса пишет, везде там. Во всех газетах упомянут. Фамилия вылетела из головы, но надо же. Ну да бог с ним. Еще? Сейчас там сзади. Добрый вечер. Ильгий Савалинуров. У меня такой вопрос. А вы можете привести какие-то примеры бизнес-тренеров, которые ведут тренинг, например, весь день с утра до вечера и делают это как моноспектакль? Есть какие-то примеры? Я думаю, что весь день как моноспектакль это смерть и тренеру, и зрителям. Но это невозможно. Я знаю Алексея Каптерева, который, на мой взгляд, лучший бизнес-тренер по этой теме. Лучший. И он действительно ведет тренинги целый день. Ну, посмотрите. Вот есть Радислав Гондопас, который, я считаю, что превосходно выступает, великолепно выступает, моноспектакль, супер, но учит, не так глубоко копает. Радислава я знаю лично 15 лет. Другие примеры есть? Нет, нет, нет. С тем, что вот он выступает круче, чем учит. Нет? Не знаю. Очень хорошая формулевка такая, мягкая, да, и очень правильно. Ну, нет, просто вы его знаете. Нет, я скажу откровенно. Я не учился. Я его много слышал. Я у него учился, я с вами согласен. Это факт. Офигеть. Круто, спасибо. Значит, я... Леша Капцлев выступает хуже, чем учит. Он выступает. Он классно выступает. Опять же, это я беру по очень высокой. Знаете, я, условно говоря, всех с Радзинским сравниваю. Или там, боже ты мой, с Константином Аркадьевичем Райкиным. Леша... Но Леша... Леша учит офигенно. Очень хорошо. Вот у него результат. Сто процентов. Я просто лучший бизнес-тренер России в номинации обучения рекрутингу. И думаю, у кого бы поучиться. Но вы у Капцлева уже учились? Нет. Ну вот. Рекомендуйте. Спасибо. По выступлениям, да. Еще пару-тройку фамилий можете сказать? Понимаете, какое дело? Я могу вам сказать тех, с кем я имел дело. И с кем я... У кого я учился. Но мне, например... Ну, что такое бизнес-тренер? Вообще для меня просто до конца непонятно. Я учился, например, в Гарвардской бизнес-школе. Я учился на MBA в Москве, в школе IBEC. И, например, вот поучившись там, я, например, понимаю, что я разбираюсь в бизнес юриспруденцией. А прослушав корпоративные финансы, я, например, понимаю, чем отличаются буковки D и A в слове EBITDA. Я не учился у большого количества бизнес-тренеров, скажем так. Я, например, понимаю, что сейчас мне важнее учиться у Теплякова, чем у любого из бизнес-тренеров. Он больше дает. Поэтому я бы не хотел сейчас так сходу. Ну, есть. А! Сейчас! Я сейчас вам скажу, как же! В ораторике парень, который написал как Сократ книгу. М? Что? Нет, нет, нет. Он еще дебаты проводил в ораторике. Непряхин! Да, Никита Непряхин. Прекрасный. Мне очень... Ну, опять же, я у него был только на таких показательных выступлениях. Он юрист и он психолог. Он очень хорошо выступает. Очень рекомендую вам Непряхина. Да, да, да. Спасибо. Спасибо, что нам подсказали. А здесь были вопросы еще, да? У вас. У вас. Давайте. Ну, наверное, да. Вот сначала в третьем ряду. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Я хотел бы вас попросить показать предыдущий слайд. Про книгу. А! Да, вот у меня вопрос относительно целей. Вот. Вопрос связан с тем... Вопрос связан вообще с выступлением в условиях такой крайне враждебной или аудитории, или аудитория абсолютно активно равнодушной такой. Вот. Вопрос первый связан с тем, как вы считаете, стоит ли в этой ситуации открыто декларировать свою цель, то есть перед аудиторией, ну, собственно, цель о том, ну, что бы я хотел, чтобы аудитория сделала в итоге, в результате моего выступления. Стоит ли это делать, потому что в условиях, если аудитория открыто враждебна или, ну, как сказать, объективно, так сказать, враждебна, то есть, может быть, это и помешает достижению этой цели. И второй момент, собственно, если, опять-таки, углублять этот вопрос, почему они не делают это, то есть, что должно, как бы, вот, помочь выплатить в этой ситуации, очень жесткой такой. Ну, лучше бы, конечно, вы конкретно привели пример, потому что ситуация, ну, жесткая отличается от ситуации жесткой. Но если мы, например, представим себе, что я вас агитирую голосовать за кандидата А, а вы поголовно все фанаты кандидата Б, а мне надо, ну, во-первых, конечно, я бы сказал о своей цели открыто. Ну, опять же, надо смотреть по ситуации. То есть, смотрите, у вас, вам, что важно, вам надо эту цель для себя сформулировать, в первую очередь, первонаперво записать. Я иду, чтобы они поголовно, ну, или не поголовно, среди них 100 фанатов кандидата Б. Может быть, один колеблется, может, я одного зацеплю. Или там, я хочу их переубедить, да, что они голосуют за этого, но я хочу их переубедить. И в этой ситуации, мне кажется, надо открывать карты, надо сказать, ребята, я понимаю, что вы не хотите меня слушать, я понимаю, что вы уже фанаты того. Но послушайте, у меня есть аргументы, я бы не посмел выступать перед вами, зная, что вы фанаты Б, ориентировать за, если бы не было аргументов, я же не идиот, я к вам, я что-то вам принес, может так, я не знаю. Мне вот, например, на заводе тоже они спрашивали, ну, а вот там, как объявить о снижении зарплаты? Говорят, а в чем проблема-то? Пришел да объявил. Че? А, у всех ниже зарплат на 200%. А, все, все, не орите. Да, действительно. Ну, а как их убедить работать в два раза больше при снижении зарплат? О, хорошая цель, давай думать. Значит, надо найти аргументы, почему они должны работать в два раза. Да, и приходишь и говоришь, ребята, у меня пипец, какая сложная задача. Мне надо вас убедить, чтобы вы работали в два раза больше, при том, что мы вам снизим зарплату. Очень интересно сразу. Все такие, ой, блин, что же он такого, как же он нас убедит-то? Кстати говоря, по этой причине я считаю, что, знаете, как многие говорят, не продавай со сцены. Я считаю, что надо продавать со сцены. Это очень хорошая задача, продавать со сцены. Только надо делать это честно, с врагами. Представьте себе, входит человек и начинает вам доказывать, что надо купить этот автомобиль Жигули по цене фальсвагена. Это очень интересно послушать, как он нас убедит в этом. Просто если он будет как дурак расхваливать автоваз, такой прекрасный, распрекрасный, ну, это скучно. А вот если он действительно начнется убеждать, чем он лучше, чем фальсваген, блин, я бы послушал с удовольствием. Может быть, я бы не убедился, но, по крайней мере, это круто, это могло быть интересно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, стоит ли сразу объявлять о своей цели, ну, вы должны ее иметь, знать и думать, как они отреагируют. Ну, вы хотите их обмануть? Ну, наверное, не стоит тогда. Идите все туда, а там пропасть. Я не буду про пропасть говорить, если так, если блеф, да, ну, и второй вопрос, и стоит ли как себя вести враждебно? Почему они до сих пор не совершают те действия, о которых мы говорим, что хотелось бы, чтобы они в итоге сделали? Кто знает, почему они не содержают? Мало ли там, почему вы не покупаете Жигули по цене в Вольксваген? Странные вы люди. Да? Ну, я могу продать. Не-не-не, но это просто, это на самом деле, вам просто надо это знать и понимать, и дальше постараться смоделировать ситуацию. То есть, вот как бы, а что же все-таки им надо сказать, чтобы они это сделали? Ну, враждебная аудитория, ну, хорошо. Вот я еще раз говорю, вот мне пока, в Вольксе, это не то, что была враждебная аудитория, но она была странная. То есть, было видно, что в зале люди не очень понимают, зачем я здесь нужен, и они не понимают, зачем мне это нужно, самое главное. Ему что, столько денег отвалили, что ли, что он приехал? Это, это нехорошо. И я это как бы понял, рассуждая в поезде, пока туда ехал, еще даже до этого, я думал, эта ситуация возможна. Если я почувствую, что это, я буду, значит, я буду так. Ну, вот ответил, как, да, если не, спасибо. У меня вопрос, Елена Лустина. У меня вопрос про такую современную форму обучения, как вебинары, да, и вебинар, он имеет достаточно такой ограниченный, наверное, как бы функционал, то есть, в мастер-классе возможность проявить себя, да, там, импровизировать, общаться с залом, там это все как-то сужено. Есть ли какие-то здесь рекомендации или все же нет, то есть, вебинар, это, по сути, скучная лекция, и они как-то там, с упошлом не устроишь. Я проводил вебинар один раз в жизни, мне очень не понравилось, просто, ну, вот не понравилось, то есть, сидишь, ты никого не видишь, какие-то странные люди, потом, это мне постоянно, мне почему-то мешала эта мысль, что они постоянно приходят и уходят, вот это, меня как-то очень это раздражало, то есть, я понимал, да, что там кто-то отключился, кто-то подключился, потом прерывали еще постоянно, типа, подождение, в общем, мне как-то этот сам формат, я считаю, что, нет, ну как, пусть цветут все цветы, вебинары должны быть и могут иметь место, мне кажется, если это действительно очень заинтересованные люди, сейчас же мы о чем с вами говорили, если вам надо сдать историю на пятерку, вы приходите к самому скучному профессору, потому что, если вы к нему не придете, вы не получите пятерку, вам просто надо тупо прийти, отсидеть лекцию, не знаю, там он распишется в тетрадке, понимаете, какое дело, если мне, например, очень надо освоить интерфейс для торгов акциями на бирже, ну блин, ну я потерплю, я послушаю скучный вебинар, мне покажут, на какие кнопки жать там, ну надо мне, мы сейчас говорим о другом, о том, как 100 тысяч людей собрать, как увлечь их этой торговлей на бирже, мне кажется, для этого вебинар просто не предназначен, ну вот в таком виде, пока во всяком случае, может что-то изменится. Добрый вечер, Андрей, меня зовут Роман, такой вопрос, вот вы говорили, что вы технологичный такой человек, вот любите, задавали вопросы, как это сделать, вот в итоге, встречный вопрос к вам, как готовитесь к каждому из ваших публичных выступлений, что используете, вот средства, ноутбук, какие-то вот записи, там, план конспекта, что лично вы делаете, методов сотни, но вот именно ваш опыт, спасибо. Ну, во-первых, вы, наверное, удивитесь, но я делаю ровно то, про что я вам рассказывал, как конкретно я готовил эту лекцию. Я сел за письменный стол, положил перед собой белый лист бумаги, взял карандаш с надписью Гарвард Бизнес Скул, такой красненький, у меня много там осталось, и написал, что я хочу, что они, то бишь вы, должны сделать. И дальше я сидел и минут 20 думал, что же я хочу, чтобы они сделали. Написал. Потом, почему не делают? Написал. Потом я стал продумывать драматургию. Ну, думал я долго, я эту лекцию готовил, ну, помимо того, что я целый год вообще об этом думал, как бы конкретно эту лекцию я готовил примерно месяц. Я гулял с ребенком, я обдумывал, вот что важнее, вот как мне это сделать, вот какие три выбрать пункта, я не могу вам пять, не могу семь. Я же не все же рассказал, я же часть рассказал, но на мой взгляд самую важную часть. Вот цель, или может быть все-таки цель, все начнут кричать, что да знаем мы цель, мы учились у Гондопаса, он же про цель, он, кстати, очень хорошо тоже это говорит, про цель, все, думал, думал, решил, нет, оставлю. Какой там компьютер? Да компьютер вообще потом, это все же дело 25-е. Продумал, придумал, истории, в голове все, придумал, продумал, ага, история здесь такая, здесь такая, отлично, сделал, потом чувствую, что-то меня нервничаю, материала нету, нифига, надо. Полез в YouTube, начал смотреть разные лекции, а здесь я это, знаете, как там всякое-всякое дряние, на самом деле, я наковырял, ой, батюшки, у меня есть режиссер Богомолов, который читает лекцию на телеканале театр, и который в начале лекции скучный, скучный, а потом вроде у меня появляется какая-то борьба, он борется аж целая система Станиславского, и он типа там оживает. Вот я это взял, потом смотрю, блин, все равно какой-то скучный. И так, и так, плохой пример, но не убедит он вас ни в чем. Кроме того, ко мне никакого отношения не имеет. Убрал. Вот так вот. И только потом уже, где-то уже там, может быть, дня за два, ну, у меня был в пятницу прогон, поэтому, значит, в четверг я сел за компьютер и начал там собирать. Нет, чёрные слайды-то, господи, что их делать-то? Три минутки. Вот. Ну, взял вот Родзинского, Родзинского я зимой этого послушал, но надо обязательно Родзинского, вот надо. Значит, это оцифровка Ютьюба, бждык-бждык. Кстати, можно цитировать прекрасно, авторские права, я ничего не нарушил, цитирование. Ну да, это в образовательных целях, имею полное право цитировать кого угодно, надо только сказать, вот так как-то я готовлюсь. Поэтому, вот это все. Вот. А, вот эту фиговину я рисовал довольно долго, вот это вот, со стрелочками, да. Проблема, там, в кино у тебя сидел, там, что-то ковырял, там, ночью, анимировал. А ещё я рисовал для вот этого, в конце спектакля, где свечи были, я ещё рисовал здесь такую, типа, вот там на экране, чтобы такая крыша была, уходящая вдаль, такие лампочки. Сейчас сюда пришли, говно, там эти лампочки, если что-то размазались, день, наверное, нарисовал, убил там это. Сначала нашим дизайнерам попросил в Меркаторе, они мне нарисовали, мне не понравилось, я начал сам, фигачил вчера ночью, там, в фотошопе, что-то фигачил, фигачил, в итоге, так она у меня и не это, не сыграла, это крыши, к сожалению. Ну, вот, ну, правда, вот так. Вот здесь у вас был вопрос, да, всё, никак просто микрофон, пожалуйста. И давайте, наверное, последний, да, у нас получается. Да не знаю, как хотите. Андрей, спасибо вам за лекцию, очень интересно было и познавательно. Спасибо. У меня такой вопрос, здесь в зале присутствует большое количество людей, которые имеют отношение к онлайн-образованию, и помимо вышеупомянутых вебинаров есть различные формы видеокурсов, в том числе и микро-видеокурсы. Вопрос такой, как в две с половиной минуты запихнуть пять минут информации и развернуть там драматургию? Рассказать историю? Серьёзно? Ну, во-первых, понятно, зачем вы это делаете, то есть если вам надо там перечислить все там простые числа от одного до миллиона, допустим, такая задача есть, то вы перечисляете, условно, но если обычно такие коротенькие штучки, это же какие-то такие завлекаловки, я так правильно понимаю? Ну, это форма подачи короткими порциями. Короткими штучками. А как быть с драматургией? Я бы делал микроистории. Я бы делал бы не больше, чем один тезис на две минуты. Я бы не запихивал туда ни сколько, ни пять, ни сколько. Один тезис. Как? Вот если бы я бы делал, я бы взял бы, например, зрительный контакт. И я бы рассказал историю о том, для чего нужен зрительный контакт. Что вот нас учат часто. Драматургия возникла бы в следующем. У меня есть цель объяснить, чтобы люди научились использовать правильно зрительный контакт. У меня есть препятствие, моя борьба с тем, что многие тренеры учат этому зрительному контакту формально. Типа, смотри в глаза. У вас тут куча народу. Как я всем буду смотреть в глаза? Или я буду вот так, что ли, Или как? И я простаиваю эту драматургию. И потом я вспоминаю историю, где это работает. Вот это надо подумать. Какая-то моя лекция, когда я этого не знал, когда я начал смотреть в глаза, и вдруг я понял, что я вот смотрю вам в глаза, и тут, блин, забыл, что хотел сказать. Это же бывает такое. Это же ты отвлекаешься, смотришь в глаза. Я вот не очень люблю смотреть в глаза. Правда. Мне проще как-то туда, куда-то подумать, там, в пол. За это меня ругают все мои эти преподаватели. Скажу, «В глаза смотри». Поэтому мне нужна причина, почему я это должен делать. Вот про это вы и делаете свои две минуты. Один тезис, история, ситуация, с чем вы боретесь, борьба. Все то же самое, что я рассказал, только вот коротенечко в одной истории. И тогда получится классно. Будет бриллиантик такой. Две минуты, люди говорят, «Еще хотим завтра». Или за деньги, или как-то еще. Ну, как-то так. Спасибо. Понятно, нет? Да, пожалуйста. Да, спешу к вам. Здравствуйте. Спасибо вам большое за очень интересную лекцию. Вообще, я пришла сегодня посмотреть на вас, а не на лекцию. Я до сегодняшнего дня не знала, что вы занимаетесь с этими всеми тренингами. И я просто пришла на вас посмотреть. Хочу вам еще сказать спасибо за то, что, оказывается, вы уже 4 года ведете погоду. Я бы сказала, год, наверное, так. А раньше-то, потому что не замечал никто. Замечали. Ну, просто у вас нет этого профессионального выгорания. То есть я сегодня маме звоню, говорю, мам, я пойду вот на лекцию ведущего погоды с НТВ, такого бурного, сумасшедшего. Мама говорит, а, да, да, поняла, поняла. То есть 4 года уже ведете и профессионального выгорания нет. То есть вы все время придумываете что-то новое. Я вот сейчас вспоминаю буквально каждый ваш репортаж. То с шинами, то еще с чем-то. У меня такой вопрос. Вот погода, Неркатор, там вы сказали, вот эти бизнес-тренинги. Что дальше? К чему вы идете? Как вы себя дальше в будущем ведете? Спасибо. Ну, так нифига себе. Значит, во-первых, во-первых, там дело не в выгорании, а в том, что погода, на самом деле, у меня занимает довольно много, как бы сказать, ну, так творческой энергии очень пафосно, ну, как бы ума. Ума. Вчера я поменялся, у меня вчера должен был ночной эфир, там надо было что-то отчебучивать. Я сказал, не, я не могу, у меня выступление, я хочу думать об этом только. Я хочу вечером думать об этом. вспоминать, придумывать, менять истории. Я просто не хочу отвлекаться, понимаете? Я на работу не пошел там. И сегодня тоже прогулял. Ну, и мне легко, как бы я директор, что там, занят, все. Значит, поэтому выгорание не выгорание, но отвлекает. И вот эти мне, у меня когда возникают мысли, что, может быть, как-то мне с погодой там. Они вот поэтому. Потому что она мне мешает. Книгу я, например, не могу написать. Я вот хочу уже который год. Нет. Ну, блин, тут начали узнавать с этой погодой. Ой, ходила к ребенку в поликлинику справку получать. Все. Ой, Андрей, проходите без очереди, садитесь. Ну, как бы, с одной стороны, неловко, а с другой стороны, вот. Что я буду дальше делать? Да не знаю я что-то. Я правда. Мне очень нравится концепция как бы такой, знаете, свободной цели. То есть, что я буду дальше делать? С ребенком, с семьей мы поедем отдыхать. Погоду вести не буду. Подумаю, может, что придет в голову интересное. Отдохнуть хочу. Вот. Меркатор у меня есть определенная там концепция, стратегия, что я хочу делать с Меркатором. В принципе, я собираюсь в компанию, она у нас сейчас больше как визуализаторская, у нас слоган внешний вид информации, инфографика, визуализация. Я хочу потихоньку разворачивать в сторону вот этих вот честных коммуникаций. Так пафосно звучит, честных, но на самом деле у нас, в общем, все про это. Чтобы были фильмы такие, чтобы инфографика это тоже честная коммуникация. Следующую лекцию, я думаю, если вот позовут меня сюда в октябрь, может быть, я сделаю «Инфографика 2.0». Значит, у меня была здесь лекция «Увидел и понял» про инфографику уже два с половиной года назад. Может, я сделаю «Увидел и понял 2.0» про вот… вот про это. У меня есть материал, уже набрался такой хороший, как в политике используется инфографика, прикольно. А так потихоньку оно как-то идет и идет. Мне нравится. Андрей, не хотят заканчивать, все тянут. Нет, пожалуйста, я никуда не спешу. Не могу не задать вопрос. Конечно. Вы не привлечиваете все-таки роль именно театральности в лекции? Все-таки театр, спектакль — это передача эмоций, а лекция все-таки это передача информации. Может быть, там стоит использовать какие-то театральные приемы, но, наверное, есть и множество других. Я понимаю, да. Вашу зарисовку с тайфуном я очень интересно просмотрел, оценил, артистичность. Но, честно говоря, куда пошел тайфун, я забыл. Ну, эта зарисовка как раз была про то, как делать не надо, потому что вы видите безумного человека, но вы не видите, куда пошел тайфун. У вас очень правильный вопрос. Я бы, скажем так, я сейчас отвечу. Знаете, есть такой тезис, иногда приходится часто слышать от тренеров по ораторскому мастерству, что не важно, что человек говорит, важно как. Если ты эмоционально говоришь, ты будешь интересен, даже если и не важно что. Это, конечно, полный бред. Конечно, в первую очередь, содержание. В первую очередь, это твой опыт, это то, что ты хочешь донести. Если бы у меня не было вот этого, я думаю, вы бы не стали мои байки слушать. Ну, или послушали бы немножко. Ну, я понимаю, что если лекция по физике, должна быть физика. Я говорю о том, что если ты хочешь увлечь людей физикой, чтобы тебя посмотрели не люди, которые уже студенты, и которым важно сдать экзамен, или важно понять что-то профессиональное, какую-то штуку, а если ты хочешь увлечь эмоционально, то тебе надо с уровня информирования для мозгов чуть-чуть еще взять уровень для души. И поэтому, имея материал, имея эти знания, имея эту информацию, которую вы хотите передать, вы из театра берете немножечко эмоций. Просто взять надо правильно, чтобы не получилось, как у меня с тайфуном, понимаете? А чтобы взять правильно, вот это вот. Вот я про что. То есть мы как бы немножко раскрашиваем сухую историю, сухую лекцию, чтобы Кварк, было интересно, как он ловит долбанный Кварк, а не просто, что дрон и коллайдер построен, чтобы поймать Кварк. Ну и что? Вот как-то так. Поэтому я очень старался не преувеличить. Я не хочу делать, ну, во-первых, спектаклей хороших не так много, которые я бы хотел, чтобы перенесли в лекцию. И, конечно, не надо вести лекции как тайфун, но если только чуть-чуть. Но немножко позлиться. Псс, сыграть чуть-чуть, личную историю рассказать. Я считаю, надо. Будет хорошо. Родзинский, кстати, в лекциях своих говорит, что у него там не так много личных историй, но он говорит, что для него эти персонажи стали его семьей буквально. Он говорит, Сталин, Гитлер, я их вижу, они у меня по комнатам ходят, я так много про них знаю, но вам может показаться бред, но он говорит, я читал их дневники, я рылся в архивах, я про них столько знаю, сколько я даже в книге не напишу. Поэтому они для меня как живые уже ходят. И я это реально вижу, кто как, как это все произошло. Поэтому для него это вот так работает. Ну, это сложно, ну, это круто из этого. Вот так. А можно про историю рассказать. Тын-дын-дын-дын, факты-факты, и даты. Не преувеличиваю. Ответ такой. Все, что ли? Слушай, ну, это было круто. Ладно, не знаю. Спасибо. Поблагодарим еще раз. Спасибо большое. Мне так очень понравилось с вами. Очень здорово. Мне кажется, я даже большему научился. Отлично. Мне кажется, здорово мы открыли наш летний лекторий и поговорили про новую профессию. Будем продолжать? Спасибо еще раз. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Счастливо. Спасибо.